вы остановились на том что вы просыпаетесь в пещере брауга мы ночуем у ограна артур и так понимаю вообще не спал почему ты вроде на страже оставался не явно мистер блэк полк нам разделы такой ну утром вы просыпаетесь от прекрасного зловонного запаха чего-то готовящегося в котле я подумала хуже по сути я покушать принес братишка братишка подставить лирическое отступление лёша и диана если не хотите попасть в котел брауку вот прям сейчас самое офигительное время лучшего времени для этого не будет сказать как вас зовут в рамках партии я даже где-то уже написал себе да сейчас сейчас поделись этой информацией с нами как только открою файлик ну вот пошли ограничения как только файлик открою как только sirius третий дом зайдет как и татар то нет так если им писал ганс эванс марина марина браун марина браун марина браун хорошо спасибо вы видите что про волк дальше продолжает мешать здоровенной палкой в котле держит так рукой достает половник этот здоровенный ну по факту это шлем и палка перевязана вот он зачерпывает и мы такой неплохо нужно немного камней берет камни кидает котел девочка нравится девочка будет кушать вкусный еда праук приготовить раук почти приготовить но мы проснулись я ребятам говорю в киньте в себя горю рационов горю кто не хочет есть лошадь и камни свежие вкусные камни горные камни из гмо камни ну не все на некоторых наверно есть остатки гмо браука и оскара сторонку оттягиваю говорю а ну игорь сюда и игорь слышу что горел ты горюки никому еще не отдавал это жерелье которое ты нашел жерелье которые с крылышками с крылышками на углу а я думал ты находил этим черепом и она у меня теперь игорь оскар ты мне больше не интересен повторяю операцию слойда на иди-ка сюда слушай а давай-ка мы говорю это эту павликушку говорю бралку покажем говорю уж больно интересно к откуда она тут появилась что даже если сейчас я вспомню как его господи мытья 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 или морков мытья даже если мытья говорю здесь был пускай и по доброй воле то чёс почему ожерелье валяется именно в пещере насколько я помню мытья водился тут со сломанной ногой ну да но не со сломанной же оторванной головой это ему повезло вот ожерелье как ты помнишь мы нашли в конце пещеры кстати до конца мы так и не дошли вот составишь компанию заглянуть до самого финала но так чтоб не всей толпой суетиться да почему бы нет я оглядываюсь на кипящий котел думаю отличная идея подойдем с флойдом оскару и кассандре шепнем что мы говорю прогуляемся внутрь пещеры ну вот и скоро вернемся вы идете в углубление пещеры правильно без факелов замечает это туда нельзя туда нельзя там места не ходить туда или баук будет злиться какое место говорила брауга место брауга говорю все-все говорю браук говорю все не переживай говорю просто там мама вещать я думал может быть мама браук там браук вчера ходить смотреть мамы браук там нет ну как браук скажет ну вот ну и такой артур короче садится бьет планшете говорит ну браук готовь браук и запускает с планшета паука который дожидается пока браук отвернется и все-таки хуячит в пещеру и до самого конца хочет дойти им да но в этом и была задумка ты подходишь ну паук действительно доходит до места где конец и находит там несколько полу сгнивших ящиков какие-то железки там колеса телеги плуг погнутый меч какие-то там в общем кучу всякого хлама и два-три скелета ну скелет или там или там на них что-то есть одежда ценности маму лет свитки какие-то нож таких два таких фрагментарных один вполне себе нормальный но да в женской одежде такое темно-бирюзовое платье вот с белой блузкой ну видно что молодая женщина была но больше ничего такого типа амулетов там короче нет нет ну паутины все поэтому а в ящиках тоже там ничего там по пуги всякая фигня ну если ты пауку даешь команду залезть в ящик то в одном из ящиков ты найдешь провиант сгнивший весь к чертовой бабушке в другом это руда груда да могу сделать вывод что тут люди изначально разработка этой штуки занимались строители дома брал скорее всего ну короче более ничего интересного тут нет правильно да ну раз такое дело вот паука возвращаю обратно не вот ну и говорю флойд дорогаю давай убрал как говорю все-таки узнаем горючок а хотя подожди говорю слушай если он съел хозяина то он в любом случае не будет знать а если например у этого ожерелья был хозяин но кто-то из благородных снизу то мы можем точно также сказать что мы нашли это но не убрал к а например рядом с пещерой паука типа паук короче сожрал вернем мы получим бонус респекта уважухи вот обраука мы если что им узнаем что внизу если там у них война то они им защитник не помешает а мы придумаем как с брауком помирить все в плюсе он их жрать не будет я защищать будет а и людям поспокойней ну брать как звучит как план какой-никакой план нам опять же нужно будет с чем-то какой-то валютой там расплачиваться мы же бабки это не поменяли вот поэтому я думаю она у нас пока из валюты только меч ну вот зажигалки да вот это ожерелье ну да все равно и флойд классно мне кивнул я все понял он ира моргнул мне просто глазами что он согласен но тогда возвращаемся к остальным съели по рациону говорим брауку браук помни фразу браук друг людей люди друг браук кто придет дружи с ними понял и мама будет браук любить люди бить браук браук не любить люди браук любить девочка девочка вкусно пахнуть а может быть и нам подскажешь где деревня а мы скажем людям не пить браук и тогда вы будь вы дружить идти вниз там мост браук не ходить через мост браук один раз упасть рука сильно болеть спасибо браук люди приносить браук едам браук быть сытый и довольны браук люди приходить люди приносить еда браук все браук мы пойдем браук браук хороший мама браук любить браук любить маму прощай браук я тоже прощай браук готовить не скучай браук готовить браук стараться девочка кушать браук ну я делаю вид что кушаю пробую очень вкусно браук ты молодец сейчас он подожди кинь 12 perception чтобы заметить что ты его обманываешь странно что браук под этим мостом не живет в деревне но он явно смотрит не на миску близок успеху что но что-то в последний момент пошло не так да ну вы выходите браук стоит смотрит вам вслед до флойд а такой момент я слежу за нашими рационами пока что сколько мы съели еще да мало нам хватит вы съели еще один рацион еще полтора рациона один маленький ползу взрослого нет взрослый и маленький у вас насколько я помню осталось один маленький нет один маленький пол взрослого и у этого еще по два взрослых куда не волшебным образом появились не покупал уж прошлый раз проговариваешь что мы каждый по два больших рациона себе лично берем а этим мы нашли не припомню ну да ладно она нас цветели закупались рационами ну да на первом стриме нет я всем тогда предлагаю еще на неделю взял и сам ответственно для всем больших рационов окей ну мейкер подтвердит окей итак вы мы идем из пещеры да браук стоит смотрит вам след из пещеры выглядывая такой дурак браук не сказал ничего браук а мы слышим это артур такой вид подождите карманом себя хлопает не вот достает одну из из зажигалок возвращается к брауку говорит браук артур забыть подарок браук вот берет у так но предполагаем что-то все-таки не как у нас маленькие вот такие зажигалки вархаммера 40 тысяч ну вот говорю вот так нажимать огонь гореть подарок браук а друг артур браук берет двумя пальцами так аккуратно и и пытается на на зуб такой запомнил как тут нажимать огонь гореть костер жечь лошадь готовить браук сытый было бы смешно если браук такой артур слушай не иби мне голову короче есть такой момент он бы сказал слушай братан пока твои отошли короче давай нормально поговорим варик загнать короче по хорошей цене такой браук артур тоже есть подарок браук артур друг артур будет быть рад раук браук найти браук очень ценная вещь он ухты доспех дредноута он достает у него что-то вроде такой сшитой сумки ну из кожи просто он оттуда достает меч императора до ночи верать он оттуда достает колечко аккуратно двумя пальцами чтобы не согнуть браук хотеть артур передать это девочка браук бояться браук браук страшный и плохо пахнуть девочка вкусно пахнуть артур передать давай браук он передает тебе кольцо ну смотрю чё за кольцо просто кольцо кольцо с таким же символом крыльев и камушком как и амулет такой ну понятно кто-то был прям вкусный по мосту не иди под мостом идеи так безопаснее будет браук упасть рука болеть долго спасибо браук мы запомним вот ну и разворачиваюсь ухожу окей ну он все все еще стоит он будет стоять до тех пор пока в этом не скроетесь за горизонтом условно говоря ну окей идем идем спускаемся я говорю там говорю от предыдущей любви бралка и колечко осталось помимо жерель я не просто сидел вот собственно хотел бы попросить у артура осмотреть это кольцо с помощью ауспика на предмет на предмет тех того что там скрытки интересные механизмы технологии не вопрос если ожерелье бы давай мы вместе это сделаем я тебе посопорчу если хочешь давай тогда это плюс 40 на варнес нет ничего внутренняя гравировка есть что за гравировка там выгравированные слова связаны с тобой навеки ну окей вот у нас уже как комплект а это выгравировано чем на внутренней части кольца и потом добавлено 7 королей будут править средиземьем это я даже в этом подумала когда сказал колечко уже сразу ну окей спрятали пока ничего никуда не достаем вот идем вниз к мосту поставы пока не видите вы видите что начинается склон достаточно крутой градусов 30 наверное ну 30 не 45 будем идти аккуратненько множество камней какие-то хвойные небольшие деревья вот местами прям встречаются здоровенные гиганты там секвой и такие возвышающиеся над посадочкой до или здесь так же много наверху или уже попроще изоляция чуть-чуть чуть чуть меньше то есть если там было по колено тут чуть меньше чем по колено когда-то мы стараемся нет метели что нет метели нет метели светит солнце прекрасно я думаю оскар пойдет впереди конвоя и будет потихоньку пытаться знаешь между деревьям оккульстировать так как деревья имеют тенденцию вот эти корни свои распространять особенно сосновые и типа по корням можно хорошо идти если даже где-то провалишься ну чтобы не соскользнуть на этом крутом склоне плюс за деревья за ветки можно или за столбы придерживаться чуть-чуть по сути знаешь делает эту дорожку по которой мы идем вы идете за ним, да? ну да в один из моментов ты чувствуешь что двигаться начинает все сложнее и сложнее по причине? индикатор заряда твоей батареи в броне говорит, что сервомышцы скоро перестанут работать а у нас у кого-то силовая броня? не силовая, там просто сервомышцы ну по сути это обычный карапакс с сервоприводами то есть если сервоприводы перестанут работать то это будет обычный карапакс, правильно? это же не силовая броня ну да, но просто ты ощутишь это физически это никак не скажется именно на метагейме ты понимаешь, что броня села и бонусов за сервоприводы ты уже не получишь я понял, хорошо, хорошо ладно, будет физическая тренировка, знаешь, двигаться как Робаков хорошо окей ну в общем, также выключается внутренний интерфейс шлема ну он просто превращается в простые очки, условно говоря вот, и все автоматические функции брони, они больше не доступны, пока ты ее не зарядишь ты видишь как лес уходит все более круто и круто вниз что делают остальные? ну мы идем ну идем, как бы все ну опасности пока мы крутую не видим, поэтому ну и идем и идем, идем и идем да, флот а то, что Оскара разрядила броня, вообще заметно со стороны? да нет, вряд ли это как-то будет сильно заметно но может быть гу его сервоприводов стал, ну и исчез ну он просто, он и так по себе негромкий, но сейчас его вообще не заметно ну ладно, тогда ничего можно попробовать подыскать какую-то более-менее пологую тропку? ну чтобы идти не вот так вот с обрагом вниз, а типа вот так зигзагрита ну вряд ли вряд ли, да? да, то есть это достаточно крутой склон окей а насколько много там деревьев? ну через каждый там, ну это не выглядит как посадка, поэтому они в разной этой но они достаточно плотно, все чем дальше вы спускаетесь, тем плотнее лес становится посадка такая хорошо а если посматриваться, знаешь, по сторонам, может бросить аварность может где-то чуть-чуть подальше есть какой-нибудь более похожий на адекватный спуск местечка возможно, но ты слышишь, что нужно аварность кинуть? да, да я понимаю аварность а помочь можно? да не надо слышишь журчание воды журчание ручей где-то впереди где-то впереди просто впереди, да? тогда, тогда Ловко приостанавливается и говорит, что мол дальше нужно идти осторожно, здесь крутой спуск и впереди слышится ручеек если будете падать, хватайте за деревья я хочу по локационной матрице прикинуть, но карта же была подгружена вот, видно где мост близко, не близко, там право, лево, лево и дальше через, наверное, километра полтора можно уйти влево и наткнуться на деревеньку ну вот так мы и поступаем я всем об этом сообщаю, говорю навигаторы заработали говорю, движемся он туда, потом сюда, и потом вот так кто, в каком порядке вы идете? вы змейкой идете, я так понимаю? ну да ну смотри, я так понимаю, что впереди идет Оскар, метрах в пяти за ним иду я со своими овгурами проверяю все-таки, чека вдруг там жизнь, не жизнь нападет, не нападет паук, шмаук и так далее ну а сзади уже ну я и Флойд ну да а, ребенок? а, бля ребенок с тобой да, ребенок с вами увязался а, ну я и говорю, естественно, мы же его не оставляем куда лучше идти пораньше? могли бы Браугу оставить он бутерброд без дела а там Малой такой я есть Малой я сын Брауг Брауг Малой кормить Малой расти сильный и тупой раздудок такой, да, как Джабафет мой Джабахат ладно ты слышишь журчание ручья и слышишь следующее а я говорила тебе нужно было выдвигаться раньше если бы мы пошли раньше в таком случае у нас бы не было этих проблем ах, вечно ты начинаешь одно и то же послушай, тебя если внимать, то я виноват в том, что солнце садится на закате я виноват в том, что зима и хладолюд приходит не ерничай ты взял 14 стрел, как я тебя просила? женщин я взял 14 стрел, как ты просила а ты их заточил? ах, черт твою мать вот-вот вот и я о том же ты никогда не обращаешь внимания на то, что нужно обращать ах, повозка скоро пройдет здесь и если стрелы не пробьют броню стражников ты сам будешь с ними разбираться понял? все как всегда ага это вот подожди, сейчас сразу вопрос это кто услышал? это услышал да оскар ты на авгурах если ты чекаешь жизнь то кинг тихиус да, и пока там Артур тыкает по кнопочкам оскар приостанавливается значит, говорит тихим волосом что впереди двое судя по всему местные возможно разбойники ждут на какую-то телегу собираются напасть вот ну я думаю, мы к этому моменту все подтянули за кота дерева вот и Артур молвит слово говорю ну, говорю оскар, тут говорю, все-таки наверное, будешь получше в этом разбираться ты же у нас за силовое отвечаешь но мое мнение если мы хотим каким-то образом быть полезны в самом начале мы можем подождать пока будет совершено это нападение и героически поможем стражникам отбиться от преступников так и неожиданно вынырнув из леса вот а легенда будет такая что мы отправились в горы на изучение пород вот и наших сопровождающих и караван на них напал ледяной паук и всем карачамба вот и просьба сопроводить а шли мы изначально вон куда мы шли мы шли сейчас я карту открою и блин тут ваши лица а шли мы как раз в Таргр в Тарагерн в Тарагерн вот метель паук сбились заблудились помогите а мы вам помогли красавчики все такие вот такая история хорошо ты можешь остановить их имена не находятся план 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 конечно хорош но такой вопрос что с нашим вооружением оно у нас слишком технологично а кто узнает спасенные возможно ну они могут сильно не увидеть мы что-то из леса будем делать Оскар а у тебя что по оружию просто плазму в руках не доставай плазму в руках Оскар дробовик а также автоматический пистолет но я думаю что плазма наверное не пригодится у меня есть следый пистолет но он только для ближнего боя короче там всего два заморыша я думаю что если что Артур справится причем у меня с глушителем все это дело а если не справится по какой-то неизвестной ни для кого причине как можно не убить двух человек со штурмового оружия тогда уже Оскар я думаю руками додушит просто ты же понимаешь у нас большой и сильный небольшой и сильный не не слишком ну большой ну не очень ну сильный кто такое ну хотя бы красивый да ты за сильных или за красивых ну ничего такой это лучший комплимент ну ничего такой Артур ты можешь определить точно их местоположение своим успехом или еще как тебе да ну а мы их видим или слышим только просим пока вы их пока только слышите ну определяю аспектом где они находятся я помогаю если что а кто умеет говорю скрытно перемещаться намекая на наличие стелса но у нас не доступны так или так скрытно не перемещаешься хрустеть будешь я думаю что мы можем разуться ну и например если Флойд с плазмой будет привлекать внимание с Кассандрой мы их можем с малым оставить вот где-то здесь где не видно не слышно а с тобой проберемся там на пузе например под дерево где-то будет видно вот огнестрельное оружие все-таки дает бонусы на на уверенность в завтрашнем дне и уже под гороху если мы ляжем на пузо в этом снегу то мы скорее всего в снегу вот так вот зарываемся тут все еще где-то чуть ниже колена снега не, ну ты ж можешь оттуда высовываться к тому же мы можем сделать еще хитрее мы дождемся пока они например попробуют кого-то из страшников вольнуть в зависимости ну например рассмотрим гипотетическую ситуацию говорит Артур едет карета в ней четыре стражника и два вот этих вот отчаянных дебила два отчаянных дебила валят двух отчаянных стражников третьего тоже потом валят четвертый например находится в состоянии тяжелого ранения валим двух дебилов спасаем тяжелораненного стражника он плохо что помнит мы его возвращаем вместе с телегой он ничего не рассказывает по поводу того что как все происходило и и все ну короче я не силен в этом Оскар ну ты пойди у нас за силу главное чтобы не привлекать внимание вот так глушитель он хорошо не привлекает внимание как ни крути вот так и попробуем попытаемся где-то засидеть где мы их будем видеть и подождать пока они нападут на телегу а потом выскочим из кустов как ну по ситуации если что в любом случае это не наша битва даже если там все задохнут тут все задохнут у нас есть телега со стражниками мертвыми как минимум есть телега можно позвать Агрина будет рад далеко звать надо было надо было ему вокса ставить он был сломан не просто в ухо запихиваешь вокс всегда включен он его достать не может палец не пролезает вот и слышит голос мамы в виде Кассандры которая говорит ты хороший сын ладно хорошо он там против Тихьюз мы можем как-то определить где именно более-менее точное местоположение относительно нас карта большая какая-то черная буквально одну секунду конечно а если с плюс 30 тогда с плюс 30 завгуры это 4-5 степеней ой там еще 6-я ну короче дофига дорого-богато о а я у меня же еще бронька моя хамелея линовая это же вообще замечательно Артур верхнюю одежду сейчас подскинет чтобы вообще просто аки этот ниндзя кстати Артур говорит Оскару слушай говорю если мы хотим это вообще по-тихому сделать чтобы никто не заметил ты можешь просто охранять ну тебя же понимаю глушители нет или есть нет глушители нет ну чтобы вот это тут не разводить они что сильно таким не пользуются ну вот я с мистером блэком попробую их по-тихому заглушить вот он у меня тоже умеет они еще охуеть успеют а если вдруг кто-то будет убегать и мы будем понимать что проблема тут-то ты уже с криком сдавайся тварь покайся императору ну вот будешь на приемке хорошо у тебя лишнего глушителя сущего нет был на корабле не надо было говорит артур сдавать винтовку вот хотя хотя не сейчас я смотрю любящий раз кубок как тори он возьмет с собой контрабас ну да ну блин ну блин а у тебя тех юз есть да а да я тогда могу сделать с тобой следующее чтобы мы в команде отработали вот я сейчас покажу тебе как по как с планшета управлять блэком вот и ты выступишь в роли оператора чтобы я если что не отвлекался на это дело там достаточно будет сделать захват целей нажать команду фас а дальше мистер блэк умеет хорошо чтобы мы не теряли драгоценные доли секунды а дальше он будет либо контузить либо убивать ну короче страшный страшный зверь и зато зато по-тихому он кстати может если что заранее подобраться под снегом к ним вот и в нужный момент просто такой а что случилось с той заразой которую ты из старого поместья достал что прости с какой заразой ну та которая из-под снега вот так вот выскочила на тебя в свое время ну отмыл очистил покрасил вот он я так и понял ну вроде здоровый был нет такой а и ты с ним носишь туда а он же у меня на спине как этот коляр даже отыгрывал что у меня короче от шеи грубо говоря до поясницы в форме рюкзака обнимает меня под одеждой я понял он выкрашен короче в глубоко черный цвет с элементами этого хамелеалина он такой переливающийся черный глубокий хорошо будет на снегу маскироваться под снегом у него разные покрасы поэтому какой надо такое и есть ты бы ее в красный покрасил он быстрее напал бы на людей мистер блэк ну собственно черный ну да под цвет артура ну да я перебросил вас на карту сейчас одну секундочку мы никуда не спешим ну бросайте инициативу в каком порядке вы будете ходить сейчас ну мы же вообще договаривались что у нас флойд и кассандра не отсвечивают вот но нам нужно не отсвечивать как вы идете давайте так блин ты нам чернордер включишь да ну недолго побыло сейчас секунду черная-черная тень паука так ну я получается раньше флойда пойду потому что у меня это агилити больше или как это работает ну да одну секунду друзья а где знаю когда выкидывать единички на инициативу постоянно по-моему причем прям блин так получилось прям это прям как по порядку как мы собирались ну так про тейган не ну как раз сначала Оскар потом Артур и потом вот я и флойд забавно окей у нас да первым ходит Оскар Коля Коль да а можно сразу на все путешествия заявить что ну чтобы каждое утро это не заявлять по поводу распределения брони неутренних ритуалов вот нет ты заявлять должен что ты несколько часов тратишь нет ты не тратишь несколько часов ты час тратишь несколько часов ну там час несколько часов на усмотрение гейма нет там сказано что ты тратишь один час вознося молитву поправляя броню и так далее ну чтобы каждое утро не говорил что я по разному это делаю а я тебя прошу каждое утро делать не обязательно отыгрывать просто хотя бы обозначить что я делаю ритуал освещения там своей брони там не знаю возношу ей там почесть ты вредная жопа так бывает ладно Коля хорошо справа от нас нам мешает деревья или как ну наверное да хорошо давай тогда пройдем немножко вперед я могу продвигаться стараться продвигаться чуть чуть менее этот шумят ну то есть стараюсь выбирать куда наступать стелс у меня с минус 20 но я попробую ладно ясно пошел сам император направление тебя хорошо я могу двигаться на 6 а как мне в итоге считать если такой большой метр вот так вот от крайней клеточки ну да да а зачем ты просто поднимаешь жмешь правую и ведешь свой токен куда тебе надо если мы теперь занимаем две клеточки это значит нам двигаться на 12 или на 6 на 6 5 да вот сюда дойдем это подобной обрыв я вот здесь вот тут ну пик не вижу вот тут пик прям передо мной нет там нет никакого обрыва я почему-то не вижу твоих пингов хорошо вот просто здесь типа выглядит как скал вот это обрыв вот это обрыв я тоже твоих пингов не вижу ладно хорошо здесь короче можно спуститься нормально линейку мою видишь нет я перезагружу ров 20 судя по всему что-то опять пошло не так вот теперь увидел это не обрыв это проход хорошо проход вниз если подвинь меня еще на 1 метр у меня там получается последний метр остался передвижение потому что я как раз передвижение спасибо артур я во-первых готовлюсь к нашим перемещениям активировал поле в режим скрытности в режим стелса стелс я уже уже прокидывал он у меня на 4 степенях ну вот я верхний плащ снял не вижу стелса у тебя это был стелс а я про не переключился между артуром и жуком и два раза кидал вот у жука один понял оказалось у меня отдельным персонажем ну вот снял снял верхний плащ чтобы быть в ячеистой броне которая покрыта хамеле линовым напылением плюс поле короче пропадая с экрана всей всей херни я переместился вперед и мы с Оскаром по намеченному плану отслеживая где они находятся идем выбирать позицию для скрытного наблюдения паук рядом с Оскаром тусит понял переместите пожалуйста паука ты сам можешь переместить да понял я переместился следующий ну Кассандра Флойд ждут по идее я сейчас пойду проверю а ты оставайся здесь не уходи далеко хорошо говорит она можно один момент да я потерял доступ над этим токенами и сейчас вижу только серую карту не вижу ничего ни своего токена ни остальных это очень странно перезагрузится еще раз должен сейчас я перезагружу радас еще раз ассандра твой ход да сейчас ну да как бы он позади сейчас поэтому чуть-чуть подвижу подвинуть нету Это тифьюз? Конечно. Сейчас, извините. У меня что-то не открывается окошко. У меня просто прямоугольничек. Сейчас я перезайду. Я смотрю, сегодня ролл 20 беспощаден. Он в последнее время, в принципе, пошел по скольской дорожке. Надо переезжать на фаундре на 50 баксов. Спасибо, я не голодный. Нет. Ну, тогда на оставшиеся полдействия я зажимаю в руке свой потайной пистолетик. Плазмный пистолет розы ты не доставишь? Ну, нет. Договорились же. Оскар? Хорошо. Оскар хочет переместиться. Вот это какое-то возвышение или скала? Короче, за ним? Да. Несколько метров в высоту. Все, хорошо. Хочу переместиться сюда для начала. Оп. И потратить полдействия, чтобы прокинуть аварность и попытаться расширить флойт. Что-то очень хочу. Да нет, я не очень прям хочу. Просто пацан ходит или он будет стоять на месте? Он стоит. Я его даже в тюрьму не добавлял. Окей. Я пока тебя ворону, чтобы посмотреть. Он стоит или он как бы за нами идет? Он там за деревом спрятался, смотрит, что происходит. Ага, ладно. Кассандра, а ты куда идешь? Я же после Артура, после тебя. План вообще был, что ты стоишь с нами. Вы там пацаном сидите сзади. А мы с Оскаром идем вперед. А, фу ты, а я думала мы... Я вроде пошла дальше, а Флойд сказал, он ходил после меня и сказал, что типа... И только не идет, а пистолет достает. Да, ну значит, соответственно, я тоже вернусь. Артур повернулся, шикнул на Кассандру, и она вернулась обратно. Ну типа да, примерно так. Нет, точнее, это не совсем так. Я услышала, что здесь все сказал Флойд, и потом поэтому вернусь. Окей. Ну так вот, я там прокинул аварность. Можно чуть подальше смотреть? На 4 метра, если по успехам. Или как-то он у тебя работает. А у тебя, кстати, слышишь, Оскар, у тебя же будет бонус. У тебя планшет, и ты можешь видеть, что человек-паук видит. А я его хочу сейчас, чтобы он сюда на горку сверху над тобой залез. И ты как бы за горой стоишь и смотришь, что, короче, сверху паук видит. Хорошо. Можешь мне описать вот этого молодого человека? Он в каком-то кожаном пальто, то ли шинели, такой, не имперских образцов, явно местное. Под ней какие-то плотные одежды. У него такой здоровенный топор, ну как здоровенный. Сам он по себе длинный, но само лезвие топора, ну не очень-то и большое на самом деле. Как кого? Ну, типа того, да. Щит на спине. И он крепкий, достаточно сильный мужчина, с зачесанными назад такими... Что-то вроде дредов, это очень грязные волосы такие. Сам по себе он выглядит очень грязно. Видно, что он не первый день здесь. И в какую сторону он направляется? Ну, явно идет сюда куда-то. Унизу туда. Хорошо, все. Так, локсы у нас все еще работают, да? Поэтому я хочу тихоньку по локсу передать остальным, что вижу, мол, мужчину в 10 метрах вперед. Да, я подразил у вас свои полудействия. Так что это все, пока. Артур? Артур на совокупных 12 степенях стелса. Вот сюда он, получается, в елку заползает. 12 степеней. Так где было, я что-то не нахожу. Вот смотри, мне мое поле дает по одному уровню за бонус интеллекта стелса. Это 8. И 4 я прокинул. И еще не добавлял, что у меня хамелилиновая покраска брони. То есть это еще плюс 20, итого 14 степеней стелса. Ну, ты невидимый, я понял. Ну, невидимый, не слышимый, просто... Даже не тень. Меня здесь нет. Ну, вы реально замечаете, что Артур пропал. Я вам сейчас на полном серьезе. Он абсолютно невидимый, не слышимый. Вот, а паук, как я говорил, перемещается вот сюда, на верхушку скалы, чтобы давать обзор Оскару, чтобы он из-за скалы не дергался. Видно. И у меня одна степень усталости. Хорошо. Одну секунду. В руке пистолет. Важный момент. Который гнев амнисии? Ну, у меня единственное, да. Макроста берут. Ну, да. Ну, он стоит там, что-то. Ушел в эту сторону. Мы его никто сейчас не видим, даже паук. Не, не, не видеть. А что, Авгуру говорят? Ну, точка. Тут точка его, пиликни. Вот тут где-то он. Нет. Ты, если смотришь, это по удействию. Посмотреть на Авгуру и все такое. Резонно. Кидать на пацана? Итак, дамаг. Я надеюсь, это была молниеностная атака на 7 степеней успеха. Ну, это без опыта. 13 урона пацан, видимо, прям под сердечко. Просто подрезан. Малой гангстер, короче, оказывается. С криками. Сдох и урод. Ты был моим отцом. Ну, точнее, он разбегается, бьет, а потом это тебе говорит. Это реально пацан. Ну, это минус 9, потому что у меня праня и выносливость. И ты мрут, Флорик. Так, это 4 урона. 4 урона, да? Режущих тебе в спинку прилетело. И Флорик сейчас оборачивается с плазмой просто. Сейчас я буду ходить, да? Сейчас, подожди. В смысле, после я сейчас буду ходить. Сейчас будут... Теперь ты, Кассандра. А варность, чтобы вообще это заметить. Потому что Флорик, с вами, думаешь, что нам не сказал, что он там кричит. Он говорит... Сейчас, сейчас. А вы знаете, что нужно вести себя тихо. Поэтому у тебя цель пацану в рот посох запихнуть. Или шиску. И не только в рот. Наш Пигуевушка. Это когда вас не левокалиц... Да ё-моё! Ах, иди, ты не заметила. Блин, я так хотела... Пацан, наверное, просто шипел. Ты убил моего пса! Фу-ка! Я такой... Я сейчас такие нравоучения хотела устроить ему. Ну, блин, ладно. Слушай, слушай, Артур. Это когда «Властелин и колец» снимали, то типа и там пыряли в спину кого-то из волшебников. И режиссер хотел, чтобы он орал, типа «А, убили!» А ему и говорит вот этот, кто саруман играл, который в войне его. Говорит, ты знаешь, что когда-нибудь как паряют человека ножом в спину? Он делает примерно... А не то, что ты простишь. Ну да. Окей. А что делает Кассандра? Знал то... Ну, блин, я этого не услышала. Но я же всё равно как бы... Я же видела, что Флойд до этого... Нет, ты не знаешь, что он сзади тебя, да? А, он знает кто-то за мной, да? Ты в этот момент как раз возвращалась туда, потому что на тебя шикнули, и ты пошла обратно. Да, ну я спрашиваю, «Эй, ну ты где?» И оборачиваюсь. Ты видишь, что Флойда сзади ножом режет пацан. Ну, он там нанёс ему удар. Скорее всего, воткнул. Я такая, «Да что тут, блин, чёрт возьми, такое происходит?» И... Я хочу полдействия за все твои волшебные реакции. Я не могу успеть подойти туда. Ну, полмув сколько у тебя там? Три метра. Сейчас. Итак, господа, сейчас вы увидели зарисовку «Засада». Откуда у него вообще нож? Это вопрос хороший. Он вырвал себе половину бедренной кости, заточил её, короче. Блин, только подойти, сказать ничего не могу, да, не успею? Нет, в следующем ходе. Сделать точнее, ну ладно. Флойд спросит, откуда у этого пацана у Бэнкса на том свете через два хода. Не, а у Балова открывается рот, короче, распахивается. Атуда Бэнкс такой вылазит, короче. Стряхивая себя с оттапки гырного. Так, как вы видите, ты не возвращаешься. Так, как вы видите, ты не возвращаешься. Ну как ты, загубишь весь рот благородный? Не провоцируйся. Я ему хотела так пафосно по щёчину дать, там всё такое. В спину? А у тебя есть патологическое воспитание. Он ткнул тебя ножом в спину, да, тебе больно. Четыре урона, это, ну, сколько у тебя всего хп? Двенадцать. Треть твоих жизней, ну, если он тебе хорошую рану нанёс, колотую. Ай. Ай, офигенная реакция. Я глядываю. Да, тебе на вашу спину, а ты ай. Ай, чё, как больно? Я прям без рук в лесу такую. Ай, больно, да. Что ты делаешь? Жирная тварь! Мы тебя спасали! Ах, родина, родина, куда же ты смотрела? Родители воспитали тебя, а ты неблагодарная. Выключай, чё делает Флойд? Разворачиваюсь. Что ж ты, гадёныш, творишь? И, ну, нацелив на него пистолет. Да дай ему пистолет. И что я наявляю реакцию? Если он продолжает меня атаковать, то я стреляю ему не в голову. Ударь его ногой! Это овервотч, это другая реакция. Это требует полный ход. Вот, если ты просто разворачиваешься, направляешь на него ствол, берёшь его в овервотч, и там фрекшеном говоришь, что чё на что ты делаешь, то окей. То есть, если он двинется, ты в него стреляешь. А вот куда попадёт, это уже покажет кубик рандома. А можно, Коля, 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 подожди, прости, пожалуйста, а можно в овервотч ногой брать? Ну, типа, при попытке дёрнуться, ты ему как омоновец в пузо, короче, заряжаешь, и он такой... Прекращай. А чё, нормальная тема, только двинься, и я тебе берсом в глаз засажу. И учитывая, что Оскар ещё более далеко, он, скорее всего, не слышишь всего происходящего, да? Понятно. Конечно, Оскар, Флойд поворачивается к пацану, а тот ему говорит, это бесполезно, я стою выше! Ты недооцениваешь помощь, он достает глаз в пистолет. Все хорошо, я стою выше тебя. А у Малого, короче, вирус облитератора, у него из рук рогатки вылезают детские, короче, там перочинные ножники, вот, и плевалка такая, короче, трубочка. Он, короче, достает руки, там, каждый понажет четыре руки, и когда вы кинете... Здравствуйте, кинем в кеноби! Да, это лауда, да? Ладно, ладно. Ты живой? Если Оскар не слышит того, что происходит, да, он достает, приготавливает гиркутер, другой рукой достает инфобаншет и подключается до этого, до паука. Спасибо. Хорошо. Это какая-то прям суперлёгкая проверка, я надеюсь, раз мне особенно... Ну, при условии, что Артур показывал, что куда-то... Это не выпросили, это называется чарм. Я всё равно не прошёл. Ой, так, подожди, ёпта, скрипты, значит, а вот так вырубаются, хуё-моё, значит, а вот это В, это вперёд, С, это назад. Всё, как в лавке. Ладно, хорошо. Артур, можешь перерольнуть, я думаю. Не, я не могу вообще. Всё равно бандиты сейчас сами сюда на крики сбегутся. Пока не слышно, там, малой шипел, судя по всему. Сейчас Кассандра хладбудет. Так, давайте дальше. А мы тебя пропускаем? Нет, 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 а, я налистал. Так. И-ч. А ну, пойди. А, не, нифига. Это был полумув, это дерево. Ага. Вот, куда-то, короче. Под дерево, в лёжку. В лёжку. Ты прекратил говорить, Коль. Лечь это полудействие, Саш. Бяжешь в следующем уровне. Можешь упасть, это фрикшн. А, упасть, окей. Но упасть это звук, селева. А, тогда... Я стелд заставлю проходить. Тогда просто под дерево. Ну, вон, следующий, вон, как раз-таки, кинетоварность. А, здесь кто-нибудь есть? Я что-то слышал. Такой. Хм, наверное, ветер. Нет. Ветер шумит негромко, Листва шелестит в ответ. Он, собственно, поворачивается в твою сторону. Такой, да? Мальчишке 12 лет. И тут такой голос, знаешь, из-под елки. Здесь никого нет. Елена, это ты? Да, это я. А, лау-то так. Малой продолжает пиздить Флойда? Бля, вот уебыш. Я говорил, нехер его брать было. Ну, по крайней мере, не надо было пристегивать. А, реакцию можно? Конечно. Не попал. Тупо, подожди, вообще-то выстроили. Батя, с Девомокажей подрались, как ты сам отравился. Стреляй в него, ты ж там стрелять собирался. Просто пизди его. Я не хотел его убивать, видит бог. Ну, блядь, пошел он. Старить его ногой или рукой. Так, это поинт-бланк же считается, я думаю. Да, конечно, это ближний бой считается. Это не поинт-бланк. Когда мастеру не захотелось подсказать партию еще одну Агату, он решил его сразу убить в начале кваса. Агата была несколько умней, чем этот пухленький байк. Ну, я камень. То есть, я за расстояние не получаю ничего, правильно? Да, ничего. Купи себе в следующий раз пистолет-дробовик. Не, он, кстати, есть. Ну, да. Итак. Итак. Он не умеет уклоняться, поэтому. Жизнь его к такому не готовила. Это в руку. Или нет? Не пойму. 94 это в новую. А, нет, стой, подожди. Бросок 0-7, это 70. Это в корпус. Ага. Не повезло, пацан. Куда-то в нижнюю часть корпуса, скорее всего, судя по броску. Сейчас, как он называется. Господи. Паром. А, ты с пистолетом не стреляешь? Ну, все, реально, потом доставим. Без потомства этот рот. Кидай дамаг. Четверка. Ну, два. Он покушал, двойка влетает. Ну, его куда-то там в бочину ранит. Маслину поймал. Он скрикивает, но явно полон решимости. Что, блин, что за смелый ублюдок? У него хорн вселился. Там же Кассандра говорила про Демокринса. Ааа. А его как остановило, не остановило? Ну, я же говорю, его ранило, он такой... Ну, явно готов драться дальше. Кассандра, вот и твоя очередь. Я забегаю, и... А, ну, я уже там, собственно. И бью ему по щечину, такой смачно. Мне надо что-то бить или как бы накидать? Или это... ВС. А? ВС. С плюс 20, я даже, да. А за размер малого будет бонус? Он же жирный. Нет. Она выпустила еще и прокачала себе. Я же говорю, он сейчас будет ножом парировать. Смотришь, руку просто. А он не умеет же, вроде. А, он же делал аут-атаку. Он не может отклоняться. Да-да-да. Что вы делаете, когда видите... Какой-то мужчина... ...прегает вашу руководом? Плюс бонус твоей силы. Д5 плюс бонус твоей силы. Ага, сейчас. Раз ты такая смачная по щечину... Я прям представляю, как она убивает. Просто пацана по щечину. Д5. Шея такая... И поворачивается такая, знаешь, такая... Ударила такая... Ну что, Флойд, мы идем дальше? Не, скорее представляю... Это... Пять. Плюс твой бонус силы... Сорок. Сорок? Да. Убила ты в дюхавку по щечину. Со всей силы бьет его. И вокруг... Стой, стой, стой. Психосиловая по щечину просто. Отлично, отлично. И вокруг на секунду Флойд замечает, что камни подлетают. Она бьет его, пацан отлетает на полметра, бьется головой об скалу и падает на землю. Без сознания. Кассандра, кинь тезь Натафну. Сейчас. Типа, ты ее бьешь третьим законом Ньютона? Да. Да, Ньютон ФП еще не жег. Ты видишь, как с нее начинает такой пар идти. Ну, это серьезно. Так, от нее такая марева. Видно, что температура вокруг нее достаточно накалена. Ибо нефиг. Флойдом купил только я. Это все или я могу еще что-то? Если что, она меня пужа поджигала. Пробивать его, пожалуйста, не надо. Нет, но игры, это все или что-то еще? У тебя есть поудействие, скажи. Ага, ну я подхожу к Флойду. Эй, дружище, ты как? Ну я убираю руку от раны. На секунду уже смотрю на кровотечение. Не очень. Ну я все уже, я уже ничего. Наверное, не могу. Кассандра могла предложить прижечь рану. Не, ну, по-моему, у меня уже год. Она и не может там так. Или можно? Не, там просто есть такой скилл. Ладно. Пацан без сознания. Да, он башкой об скалу ударился и упал на бок. Что ему в пасть и связано, дебила? А ведь я хотела просто в чувство, так скажем, привести. Ну, очень на ему сморозки. Ну да. Так. Ну скажи так. Примерно это все делается одновременно, но сначала смотрю на Auspex и оказываю себе потом первую помощь. Окей, давай. Себе нельзя. Почему? По качану. А, прости. У меня в сервачеред есть. Нельзя себе первую помощь оказывать. Как ни странно. Ну, хорошо, что у нас есть Артур. Вот Артур по этому поводу переживает, что если меня ранят, то залечат меня в лесу шишками. Пять успехов. Ты понимаешь, что одна сигнатура где-то здесь. Одна сигнатура где-то здесь. То есть две спереди. Сверху, в смысле? И одна где-то здесь. Угу. Спереди вот здесь, там одна сигнатура. Ты просто дважды показал. Ну. Барахлит. Auspex. Угу. То есть один по севере, один с юга. Угу. Оскар все еще пытается воевать с продвинутыми технологиями. Да. Да, Флойд. Извините. Раз я не могу первую помощь оказывать себе, то я... Полудействия, да. Ну так я не могу, вроде как сказали. Нет, ты не можешь оказать себе помощь, но полудействия у тебя есть. А-а-а. Так. Какая-то Артура? Ну, я тогда... Хочу... Ну, вообще, в целом, в принципе, вам можно оказать себе первую помощь. Ну, короче, я просто формально как-то заклеиваю пластырами, не знаю, зашиваю. Это без восстановления просто ради отыгрыша. Как-то... Зашьи себя немножко. Все. Окей. Следующий ходит у нас сейчас. Оскар. Он кредит тех юз. Да-да-да. Если что, я передаю, что на севере, на юге, по одной сигнатуре. Я пытаюсь уже придерживаться планы, поэтому пытаюсь выебать с полуком. Тихьюз плюс 10. Еще пару провалов, я буду кидать с плюс 20. Хорошо, на это... Так, так, подожди. Если, короче... Если, короче, R это перезарядка, то F это взаимодействие. Да-да. Если на третий раунд не пройдешь, то у тебя в голове такая мысль. Так, а может быть, планшет экраном к себе повернуть? Да бред какой-то. Что вы думаете? Пуходи. Сейчас, подожди. Так, поудистые тратят взаимодействие? Да-да-да. У меня еще есть поудистые. Я упорный молодой, вернее, не молодой человек. Могу я еще раз повторяться? Нет, одна концентрация. Все, я понял, хорошо. Значит, я про себя... А вот тут вот деревья здесь непроглядно? Или как? Ну, если ты не видишь, значит, непроглядно. Не, я имею в виду, что, может, я не вижу, потому что я там за камнем стою. Но, видимо, там стена. Хорошо? Ладно, хорошо. Значит, все пока что. Окей. Ну, видя, что этот дебил идет, ну вот, я трачу действия на то, чтобы очень потихонечку, ну, понимаешь, что все равно мне не видно, толком не слышно, но вот чуть-чуть вокруг дерева за ствол такой, знаешь, я... Зашубляться. Я дерево, меня тут нет. Ну, брось стелс. А так куда? Да, я же вот в стелсе-то для чего нахожусь на время боевого столкновения в четырнадцати степенях-то? Раной для стелса. А, ты же не падал, да, я думал, ты упал. Ну, ты зашел за дерево, что делаешь дальше? Ну, я, ну, он уже рядом, я смотрю за ним внимательно, то есть мне сейчас главное, чтобы мимо прошел и в меня не врезался. То есть, это, знаешь, как будет такой... Давай, иди под мышкой, проходи, родной. Ну, он аварно скинет. Удачи ему выкинуть четырнадцатой степени успеха. Ну, пока ничего не видит. Такой входит. Елена, это ты? Елена! Пора этой бабе уже начать ему отвечать. А то он с ума сойдет. Здесь же вот призраки. Дан. Встает. И че-то че. Кассандру. А он не хочет там какой-нибудь этот... Дилл Пауэрнс он прошел. Дилл Пауэрнс? Нет, нет. Мотивация у него более чем хватает. Из него... В него из плазмы стреляли. Это не плазма была. Ну, чем-то стреляли. Огнем жгли, короче. В камень башкой пиздошили. Огнем его никто не жвал. Он попал по тебе, ты можешь уклоняться. Ах, ты уехал. Так, сейчас. В чем попал он тебе в тело? А, нет. В руку, в руку. Или в тело. 32 это тело. Ес. Прям четенько. А он же вот теперь руками просто бьет, не ножом? Ну, что, наверняка куда-то вылетел, когда еблетом об камень прикладываешься. Ну, вот не вылетел, приколи. Ну, или он успел поднять. Просто потом отвлекались. Я успела уклониться. Угу. Вы все здесь сдохните! За маму и папу! Ну, женщина выходит сюда. Что там произошло? Ты видишь конвой? Нет, еще не видел. Это не ты здесь шумела? Кассандра. Ага. За маму. А, я сейчас, да? Я тебя немножко не слышала. У меня сейчас подвисло немного. Ты, 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 да. Кассандра. Что я слышала, это, что пацан там, типа, там, вот там, вы все сдохнете за маму и папу. Все, так, правильно? Да и. Ага, сейчас, так, хорошо. И вторая фатальная пощечина. Пацан в нуле, если что. Угу. Я вам говорю... Так. Да ты мог... Да скажи нам спасибо, что ты вообще здесь выжил. Почтей, Брэмсу. Мы могли тебя оставить там же, но наш друг пожертвовал собой ради тебя. А ты еще тут на нас нападаешь. Скажи еще спасибо. Полудействие? И что еще за полудействие вы? Ну... Он все еще с ножом? Я попытаюсь нож от него, у него... Забрать. И тарик КВС-ов, давай. Тут я тебе... Посчитаю, что у тебя есть там обезоруживающий удар какой-нибудь. Ну, ты выбиваешь у него нож из рук. Ага, хорошо. Это Сандра Джеки-чан. У него Бэнкс вселился. Сейчас померемся, а где-то у емки такой стоит полупрозрачный Бэнкс и такой... Юный панаван такой. Сандра Джеки-чан. Ой, нафиг. Следующий. Флойд. У пацаненка выбили нож из рук. Замечательно. А плечи у меня все еще в руках? Ну, да. Я могу ему что-нибудь... Да. Вот, чтобы угробить. Да. Калина, пухляком воздуха в шее. Очень надежно говорят. Ну, слушай, у меня в руках есть одна пушечка, которая вкалывает инъекцию свинца. Так вот, я ему вкалываю инъекцию не свинца. Окей, ладно. А где твой плазмопистолет находится? На поясе. В куре. Он только что перекочевал в руки к жирному уебку. Там было... За фриэкшн он такой... Иди сюда! Get over here. Нет, ну... Окей, что ты ему вкалываешь? Снотворное какое-то, да, там? Да. Окей, кидай. Какую хорошую дозу. А медика? Знаешь, что на улице играет плазму, когда чарли побрасывают единицы, а они все нахуй взрываются. Не, про единицы как раз все хорошо. Кидай. А медика? Медика, медика, кидай. Ну, думаю, 10 степеней этих хороших результатов. Ну, он делает тест на ТАФНУ. Сколько провалов, по факту. Точнее, сколько успехов, да, получается. Или нет, сколько провалов он... Столько дней, он в отключке. Тебя не слышно? Безумный доктор, за кого у ребенка шприц? Все, он падает без сознания на очень долго. На очень долго, да. Ты часов на пять его вырубил, на шесть. Такой шприц такой. Господь. Оскар, твой ход. Давай, третий раунд еще с плюс 10, я понимаю. Я начинаю понимать, как работает этот блядский паук или нет? Плюс 20 получаешь на бросок. Хорошо. Но с этого раза ты у меня точно получишься. Император, а миссии нужно... Давай, Артур верит в тебя. Блядь, ну ты поблизок. Мне он вспоминает себе видос, где немецкий мальчик пытается играть в Андрилл. И просто разъебывает клавиатурный. Кнопка H заменит Нитендор. Я ставил пауэр. Я? Да. С плюс 30. Плюс 30. Я надеюсь, я не становлюсь грустным по поводу того, что нет, нормально. Честно сказать, ебнуть по планшету разве не тебе хотелось. Я понимаю. Воскар, знаешь, жилка вот тут вставает. Я на работе клавиатуру сломал. По поводу действия еще. Хорошо. Я вижу, что за нами идет вот это... Что в эту сторону Ближется вот этот молодой человек, да? Ну, примерно вижу, знаешь, типа... Такой откладываю, знаешь, на секунду планшет, такой... Поворачиваюсь, а тут мужик с тобой такой... Ага. И по локсу, скорее всего, связываюсь с Артуром тихонечко, чтобы... Ну, и вообще с Артуром, я думаю, скорее всего, чтобы спросить... Сигнатура идет сюда. Придержимся плана? Артур. Хорошо. Я не могу с тобой говорить, я елку обнимаю. Хорошо, тогда я получил какую-то удовлетворительную. Так что... Буду пытаться дальше воевать с планшетами. Все, это пока что. Нашел скоро такой человек, у него есть задание, цель, миссия, план, он его придерживается. Артур. Ну вот. Артур аккуратненько ложится, зарабатывая еще две степени на стелсе. Лежачая цель менее заметна. Так как когда ты ложишься, ты должен кинуть тест на стелс. Да не должен, я не падаю, я просто аккуратно ложусь. Ты стелс не теряешь. Ты в снег ложишься. В снег. И что? Ты смотрел фильм «Человек-невидимка»? Тебе напомнить, как они его там, это, видели? А еще у тебя тут травка зеленая, а какой снег? Простите, что не нарисовал снег. Ну так мы... Мы не воспринимаем что-то на снег. Ну я тебе говорю, снег. Чуть ниже колена. Я тебе это еще говорил в самом начале, когда мы планов сошли. Подожди, когда там наверху были, там базара нет. Ты знаешь, что конкретно эту карту рисовал Вадим под конкретно другой квест. Это карта, потому что подходит по местности мне. Я-то травку воспринимаю. Не буду я ложиться, а что я дебил что ли, ложиться в снег, чтобы вообще... Глупого нашли. Обнимаю дальше елку. Заноза ты в жопе, блин. Я ствол. Нет меня. Там караван этот переденет когда-нибудь или нет? Я ж не знаю. Мужик. Идет в ее сторону. Вроде они уже близко. Нужно приготовиться. Она берет лук. И режет его, готовит суп. Пацан у нас пропускает ход. Мама, брау, хороший. Брау. Она берет лук и такая... Тогда не будем терять времени. Кассандра. Ну, собственно, пацан... Что, он без сознания говорит? Ну да, он упал. Отлично. Ну, отлично, короче, да. Ну, Флойд, в принципе, может тебе сказать, что я ему на 5 часов просил. Ну да, Флойд как в там? В каком состоянии? Ну, не очень хорошо, но приемлемо. Ну, собственно, ты... Уже ты себя немножко... Оказал как мог первой кобычей. Ну, типа да. Ага. Так, но у меня медицины нет, к сожалению. Не надо. Все нормально. Так. Ну да. Я его просто спрашиваю. Ты лежишь, да, Вить? Нет, стою. А, стоишь? Я говорю, может, пойдем к остальным? Может быть, Артур тебе поможет? Нет. Нет. Равно не серьезно, все нормально. Уверен? Да. К тому же, к нам приближается с тыла. Надо быть готовыми. Идем к ним тогда? Нет. Просто ждем. Ну, придерживаемся плана. Договорились. Ну, собственно. Ребята, такие выходят. Мужчины, подождите. Нам только спросить. Сейчас, короче, дерево Артур. Долбасы прилепи. Все, все, все. Не мешаем, не мешаем. Мы ушли. Такой читер домик. Оскар плюс 30. Мальчики, продолжайте играть. Ну, короче, сидим. Тогда ждем. Оскар, тебя плюс 30 набросок. Да, я бы слышал. На это... Мы ход весь на болтовни потратили, да? Да, да, да. Вот. Я говорю Артуру, что у него паук сломан, планшет сломан и вообще нихуя не работает. Я больше не буду это делать. Артур, вот, подожди, для понимания. Мы все еще на воксах. Слыша, какой лютый пиздец происходил там, что Оскар не может запустить паука, Артур начинает просто дерево грызть в бессильной злобе. Понимает, что сказать ничего не может, вокруг враги он такой... Да, знаешь, Оскар тебе говорит, что какая-то пунья не работает и спрашивает по поводу... Ну, что, типа, он видел только что, две цели приближающиеся. Ты видишь караван? Видишь какие-нибудь следы каравана? Может, слышно приближение? Артур, твой ход. Сейчас, подожди еще. А, не, ладно, все, окей. Ты на разговоры, на попытку запустить мистера Блэка тратил. Я, Коль, прости, я сейчас, знаешь, что хотел уточнить? Я видел, что баба прошла сюда, мужик прошел сюда, а потом мужик обратно как-то тут оказался. Просто я его случайно передвинул. А где он сейчас? Наверху. А, а баба, короче, вниз стартанула. Угу, с луком в руках и колчаном стрел. Кофу мы влечем. О! Я ломаю линию видимости, перемещаясь вокруг дерева. Ну, я представляю, что по деревам, как вот если ты в парке был, бывает вокруг снег, а прям под столом там просто едачка. Не, не, там не будет снега. Ну вот. Это все, что ты делаешь? Ну, я продолжаю наблюдать. Я там для этого. Я в засаде. Сейчас, подожди, секундочку. Достает свой пенис и начинает отливать в 20 сантиметрах от тебя. Мы умеем молчать, но уже не... Ну, отливает, понимаю, отливает. А в голове рисую картину, как, блядь, в страшных мучениях. Он разрывается макростабером, мечом. Его дожирает паук, рвет на части. Кассандра. Его рвет на части Кассандра. Кто и футбол? Ну, не знаю, собственно, мне, собственно, нечего делать. Как мы тут решили ждать. Собственно, мы ждем. Ты пропускаешь футбол? Окей. Ну да. Слой. Снова запускаю спекс. Надо же пацанам рассказывать. Ну да, но ты там еще будешь обнаруживать, что там три стигнатуры. Четыре успеха. Где-то здесь. Это вдобавок к тем, что уже остаются на месте. Да. Я сообщаю, что появляется новая сигнатура с Востока, и она приближается, я так понимаю, да? Да. Судя по всему, это пресловутая повозка, так что поторопитесь. Оскар? Угу, хорошо. Оскар занимает чуть более тактическое положение. Я думаю, он переходит как-то вот сюда, чтобы присоединиться спиной к скалей, да, чтобы видеть вот этот проход. Можешь еще раз попробовать запустить? Она... Ну попробую. А, ну смотри, подожди, ты ж можешь сделать, смотри, полудействие паук, полудействие пройти. Да, я в курсе. Хорошо, я слышу, как мне в этот Вокс скулит этот Артур. Нет, не скулит он тебе в Вокс. Если он скулит в Вокс, тогда я кидаю амварнс. Ладно, ладно. Что я должен скулить? Шутка. Ты им в жму не говоришь ничего в Вокс, Артур? Я даже говорил до этого, что я им не отвечаю. Да, да, да. Это было... И сильно наблюдая за окружением. Ладно, давай попробуем последний раз подключиться... Последний раз, каждый раз, да, подключиться к этому сраному пауку. Плюс 30, чтобы Артур потом не говорил, что я не умею пользоваться техникой. Я, судя по всему, не умею пользоваться техникой. На этот раз, действительно, откладываю этот планшет и больше к нему притрагиваться не собираюсь. И на последнем полудействе я подхожу вот сюда чуть-чуть, чтобы видеть, что здесь происходит. Все, пока что. У меня, наверное, планшет просто от этого... Он на морозе перемерз, он не работает ни хера. Как этот, как iPhone. Это пока что мой ход. Ну, я все еще здесь присоединяюсь к этой скале. Скорее всего, даже к вот этому стволу дерева. То есть, чтобы не высовываться, так как я вижу, по идее, там, этого мужика. Но знаешь, потихоньку слежу, что там происходит. Женщина поворачивается в твою сторону. И явно что-то услышала, заметила. Окей. Артург. Ты видишь, что баба берет... Ну, у нее лук, как бы, в руках. Она там тянется за стрелой. И повернулась в ту сторону. Ничего, я стою. Вот, единственное, что я... Ну, пока я никаких действий активных не делаю. И вот, я авгурами засканю окружение. Может, там уже откуда-то спасительный, блядь, караван идет. Я уже сказал, что он идет. Нет, ну, ты сказала, а тут я увижу воочию, скажем так, в мире ощущений. Так, сейчас. Кидай. Где-то вот тут шесть сигнатур. Сейчас, 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 пойду. Где я еще раз приптыкни? Ага. А, там еще карта продолжается. Ёлки-палки. У меня там близ персонажа был. Думаю, что карта маленькая такая? Вот-вот. Стоим, ждем. Я не высовываюсь. Я придержусь. Мужчина и говорит, ты что-то слышала? Вот. И... Проходит слегка вперед. Она берет луком овервотч. Вот этот камень. И... Он кидает... Аварнос. Но пока не замечает тебя за деревом. Кассандра. Пропускаешь ход? Ловит. Так. Ну, в принципе, ничего нового уже не увижу. Я подбираю нож пацана. Все-таки пора уже. Разве он... Разве я не я уже взяла? Ну, как я же его... Ты его выбила же. Выбила. Это какой-то старый ржавый нож. Явно местный. Ржавый ножом. Я не могу с тобой на всякий случай. Ну, господи. Я понимаю, что надо будет обеззаразить потом рано. Оскар, твой ход. Так, ну, я понимаю, да, что... Ну, вернее, не то, что понимаю, я даже вижу, что в мою сторону иду, да? Да. Артур, а куда ты там бегаешь, извини мне? Я не бегал, я линейкой мерил расстояние, а он обратно не захотел меня почему-то поставить под дерево. Я ничего не видел. Но есть ли линейка. Окей. Что ты делаешь, Оскар? Я думаю, я, скорее всего... Ну, я ж вот тут где-то стою. Скорее всего, вжимаюсь в камень и пытаюсь тихонько себе вести. Вообще не освечиваю и не выглядываю за деревом. Может, они все же обратят внимание на блядский караван, который они здесь охотятся уже. Артур? Артур понимает, что надо отвлечь взгляд их оттуда. Вот. Находит под ногой, не знаю, что-нибудь какое-нибудь. Палка-камень. Каменная палка. Вот. И вот в направлении, откуда должен появиться караван. Вот. На 12 метров, в которые я могу кинуть со своей... А, нет. Позже это. 3 плюс... Там же x3 или x4? x3 твоя сила. x3. У меня бонус силы 4. На 12 метров, да. Вот. Я в направлении появления каравана кидаю. Вот. Туда. Давай. А что, давай. Нет, кидать не надо. Ну, нет, я говорю, давай ты кинул, да? Ну, просто кинул камень, да. Кусты в лес. Ну, чтоб там был звук, как будто бы оттуда уже кто-то выходит. О'кей? Ну... Он кидает авардос. Он тупой. Он заходит сюда, видит тебя, Оскар. И такой, а ты еще, твою мать, кто такой? И достает топор за полудействующий. Женщина. Угу. Бегом бежит вот сюда. С луком наперевес. Задержи его. Я его сниму. Кассандра? А мы же слышим, как там началось? Вы слышите? А, слышу. Ну, я потихоньку. Я подхожу в ту сторону. Давай. Сейчас. У меня уехала карта. Часто. Ура. Ура. Ну, я вы открываюсь. А. Ура. Ага, сейчас пойду. Ну вот, собственно. И вижу, вот. Угу. Ну все, вроде как. Флойд? Ты видишь, что Кассандра ушла. Ну, очевидно, я услышал, почему она пошла. Наверное, что. Вот это дерево? Вот это вот. Да-да-да, оно упало. Ну тогда я, наверное, стану за него. Сюда вот куда-нибудь. Сейчас. Так вот. И... Овервотч за полдействия. Хотя нет. Оно за полдействия 9. Окей. Тогда... Ну просто присел за деревом. Не слышно. Я говорю, хорошо. Окей. Ну... Оскар, твой ход. Так. Хорошо. У меня еще один вопрос по поводу того, как работает. Вот, потому что я занимаю две клетки. Я не совсем понимаю, в какой из них я в итоге стою. Я же, типа, у меня от этой брони не становится размер большой. Так что я, по идее, должен занимать все еще одну клетку. Это игра условность, просто потому что карта так сделана. Хорошо, хорошо. Окей. Просто, ну, типа, ладно, тогда скажем, не мы с ним находимся в ближнем бою уже, да? Или еще нет? Он как бы оружие достал? Нет, он достал оружие, он от тебя в метре. Он от меня вообще. Пойнт-блан. Хорошо. Ну, я так понимаю, никакой скрытности у нас уже не получится, и ничего хорошего с этого не выйдет. Так что придется воевать. Так что, скорее всего, я думаю, у меня сейчас в руке получается пистолет. Давай, наверное, с этого геркупера мы проведем. Выстрелы по этому молодому человеку. У тебя с глушителем или без? Он у меня без глушителя. Хорошо. Знаешь, а насколько... Сейчас, подожди, перед тем, как его стрелять. Насколько далеко от нас, собственно, этот караван? Буквально в 10 метрах, и он приближается, да? Наверное. Ну, нам же Флойд сказал так, правильно? Он сказал, что на востоке. На востоке. Он не придется в правом расстоянии. Мне сложно сказать. Знаешь, тогда первым полудействием я попробую закричать, что, мол, помогите, на нас напали разбойники. Попытаюсь привлечь к себе внимание, да? Возможно, этого каравана. После чего попытаюсь пострелять в этого молодого. Давай. Так, это будет рекортер. Это без прицеливания. Это у нас short range. Нет, это point bank. Да, скажи, у тебя какой тип патронов стоит там? Бронебойный. Это у нас полная очередь, при этом из-за того, что систему наведения я бросаю как бы в ноль. Ну, полная очередь из гекутера обрывает тишину этого прекрасного места. Где-то слышится, как птицы такие... Поразлетались в разные структуры там. Ну да, и слышно еще крик, оскоро, знаешь, там, помогите, на нас напали разбойники. Да. Артур? Коль, есть возможность, ну, знаешь, как высовывать... А больше чем двоим? Да, можно. Ну, чтоб я... Я же понимаю, что баба где-то, короче... Вот тут она. А, ну это уже надо движение. Или не движение. Да, ствол большой, ты так не глянешь. Ну, вот тогда движение на... Буквально... Та, чего ж тут? Вот так. Сколько тут? Два метра. Ну, вот. Да. Ну, вот. И полудействия достать пистолет, я понял. Не, он в руке, почему я же тебе говорил. Ну, тогда он... Тогда тебя видели бы. Почему? Ну, потому что... Я подразумеваю, что ты так в стелзе ходишь, потому что буквально невидим. Это был бы летающий пистолет. Ну, подожди, давай так. Во-первых, я заявлял, что он в руке. Во-вторых, если бы ты спрашивал, я бы говорил, что, например, если мы говорим за счет брони, то пистолет прижат к груди и прижимается к дереву. Ну, то есть, как-то. А если бы он на поясе висел, какая была праздница? Ну, ладно, допустим, хорошо, ты стреляешь, давай. Это без плюс 30 за сюрприз, если что. Почему? Потому что они из Дикого Мира не получают сюрприз-атаки. Ну, бонуса плюс 30. Они не будут уклоняться, это все еще сюрприз, но плюс 30 бонуса ты не получаешь. Ну, ладно. Будь по-твоему. Так, это мистер Блэк, Артур. А, нет. Да, блядь, сколько окон-то, господи ты, боже мой. Таратын. Почему ты не пишешь? Ну-ка, пиши. Первый сгоди санкса это. Да, плюс 18. Да, да, 6 раз. Все 6. По три в каждого. Давай. Так, уйди. Так, ты закройся, ты уже не нужен. Гир. Где-то, 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 где-то. Да, блин. Очень... Как вы, блин, на маленьких мониторах играете? Я меня на телеке всего не хватает. Да, вот он. Да, мах. Первый. Минус она сразу. Пошло в него. Так, там 3 метра. Ну, уже. Главное, чтоб не дальше, чем в 10 метрах друг от друга. Ну, он тоже закончился. Скажи, она у тебя с этим же, да? С глушаками или без? С глушаками. Ну, все равно, звуки есть, потому что... Ну, это не так громко, конечно, как выстрел из полноценного. Ну, надо услышать с минус 30. Аларно с проходом с глушаком. Ну, в принципе, вы видите, как... Отсюда выбегают солдаты. Вот. Они кричат, что здесь произошло? И на этом Роу-20 карту можно, я думаю, покидать. Ну, они явно направляются к вам. Что здесь происходит? Ну, Артур отключил поле, вот, пистолет убрал, вот, все убрал, привелся в надлежащий вид, вот, выходит вперед, говорит, ну, с поднятыми руками, говорит, король, что, ты хотел сказать что-то? Да, еще, ну, я, как бы, руку задер еще, когда полицейские появились. А, я не видел, прости, я переключался между этими. Ну, давай тогда ты, если ты первый. Да, я думаю, я хотел бы просто, Оскар, знаешь, у меня все еще рано, по сути, да, от пол пистолета, которого мы забыли заделать. Скорее всего, мы его же как-то подлатали, ну, типа, там видно, да, что она, типа, это, что там какое-то повреждение, короче. Оскар, знаешь, прячет пистолет, берется за руку, немного по храму выходит вперед, типа, к этим полицейским и говорит, что... Добрые люди на нас, на нас тут напали! Неполицейские, это, по факту, там просто токен такой, по факту, это, ну, войны в такой ячистой броне с кожаными шкурами. Я говорю, праздники неполицейские. Да. Он, в любом случае, говорит, добрые люди, типа, если нужно, я могу бросить... В этом мире нет полицейских. Ну, один из них такой, стой, где стоишь, мы перевозим казну короля, не вздумай! Даже шаг сделать лишний, а то прирублю тебя! Носкар останавливается, знаешь, типа, пережимает, типа, руку. Ну, тогда Артур будет появляться уже. Ну, окей. Ну, Артур, как умный, подинтер, руками говорит. А они с чем в руках? Мечи. У одного арбалет. Я говорю, не стреляйте, говорю, королевские археологи, говорю. Здесь, говорю, была засада, мы на нее наткнулись. Они ждали вас. Говорю, мы к ним случайно вышли, и они мертвы. Можете их проверить, тут их лагерь. А почем нам знать, что ты не их сообщник? Говорит такой попухлея с арбалетом. А у нас, говорю, и документы есть, говорю, с подписями, печатями. А что это документ? Документ этот жопой подтереть можно. Нас один документ наказнул. Везем мы долю казначейства Царева. И если кто нас остановит, имеем право казнить на месте. Ну так двигайтесь дальше, у нас свой путь, у вас свой путь. Вот, говорю, можете спасибо нам сказать за то, что засада с какими-то там арбалетными болтами, которые пробивают вашу повозку нейтрализованно. Говорю, деньги в порядке. Говорю, вы идете по-своему. Мы дальше, говорю, к правителю. А это нет. Вы пойдете с нами до ближайшей деревни. Моркино. Это здесь недалеко. Там передадим вам старости. Он с вами и решит, что делать. Проверит ваши документы, блядь. Ну, мы-то так и не против. Мы все равно здесь заблудились. Будем рады составить компанию. Говорю, а с трупами что делать? С археологи. Законом военного времени. Так вы вообще портки последние снять должны и нам отдать. Воинов-то мы уважаем. Но у каждого своя, говорю, в наше время очень сложная и нелегкая задача. Как сделать так, чтобы Фьюст Йорд был процветающим и богатым краем? Ну, они говорят, что все вы медленно подходите поближе. И если у вас есть какое-то оружие, бросайте его на землю немедленно. Я говорю, да вот все у них. Там лук, стрелы, говорю. Ну, они... Так, Флойд и Кассандра выходят. Ну, говорю... Нет, подожди, я с польными руками говорю, что там с нами еще, говорю, мужчина, женщина и ребенок. Вот. Ничего. Вы что, собирались по лесу идти? Говорю, мы не собираемся ни с кем воевать. Нам все равно надо в деревню. В деревне и разберемся. В общем, они просят вас подойти. Вы подходите. И они подводят вас к своей здоровье. Да. Если что, я свой пистолетик прячу, ну, в одеянии где-то. Они подводят вас к своей здоровой телеге. Один рассматривает в упор буквально Оскара такой. А этот тоже королевский археолог? Нет, этот королевский охранник, говорю. Охраняет нашу экспедицию. И я достаю бумагу, говорю. Вот смотри. Видишь, говорю, какие здесь печати, говорю, гербовые стоят. Абы кому такое не дают. Говорю, перед тобой, между прочим, говорю, Артур Джонс собственной персоны. Если ты не слышал, ну, уж извините. Хер бычий. Мне абсолютно без разницы. Я говорю, да ну, имеешь право, говорю. Ну, собственно, подойдя к телеге, вы видите, что это здоровенная клетка. И в этой клетке сидят женщины, мужчины. Человек шесть-семь. А золото не видно? Только люди? А золото не видно, да, только люди. Ну, они там по коням. Вот. Повозка начинает двигаться. А вы не отставайте, говорит вам тот, что куклея с арбалетом. Шесть охранников. Ну, мы обратно пододелись. И дополнительно, я думаю, что, ну, Оскару майкнул, говорю, там он лук со стрелами, говорю, блатными. Говорю, может, возьмешь, говорю. Блатными? Ну, у бабы, у той, говорю, в дороге пригодится. Они даже не заточены. Нет, а, конечно, какие-то были блатные там. Нет, он забыл сточить. Он говорил, что сточить даже. Там стрелы, знаешь, с тупыми наконечниками такие. Ну, и ладно. Ну, идем тогда. Вот, увидите, наши друзья придут и вызволят нас, говорит мужчина из клетки вам. И все эти ваши Валории, Фрастьорды, все это, все это лишь... Да. Ладно. Ну, Флэйдж же едет рядом, я так понимаю. Да. Что ж у вас, друзья, такие? Ну, так просто, поддерживайте. Вам и не снилось такое. Они сойдут с небес. С небес, подобно, сука, демонам, которых вы боитесь до чертиков. У них есть такое метающее огнем оружие, которое сожгет вас всех. Всех до единого. Сука, степень. Я такая... Хорош заливать. Нет, я такая... Так и хочется сказать, что у меня тоже такое есть. Но не буду. Женщина в клетке поворачивается к нему и говорит, это же бесполезно, ты сам уже знаешь. Черт возьми. И мы отдали за это 60 тысяч трон. Смотрите, вот так, немножечко отвлеку. А вот такой вопрос. Вот мы уже... То есть мы уже пошли. Ллойдом. Мы уже идем, то есть за... Да, да, да. А пацана мы что? Пацана мы куда дели? Я не знаю. Вы его забрали с собой? Так, я в том-то и дело. Мы не отыграли. Мы не сказали, что мы пошли, как бы ничего. То есть мы вроде как так стояли. А тут хоба, мы уже идем. Ну, кто он сильнее, тот и тачит. Ну, пацана может уже... Я думаю, его не надо оставлять там. Его надо, я думаю, взять все же. Ну, как вам решать. Кто его ведет? Ну, короче, главное, что забрали вещи. Паук обратно на спину. Балахоны шмалахоны, короче. Движемся. А с пацаном... Кто пацана не ведет? Оскар пока решает. Сейчас. Когда к нам подходят Флойк с Кассандрой и тащат, тарабанят с собой пацана, а у Оскара возникают некоторые вопросы, мол... И что это с ним произошло? Этот ублюдок напал надо. Он пырнул меня ножом в спину. Так. Хотел отомстить за своего... Я тоже удивляю. И остальных. И я так думаю, что если мы не хотим лишних вопросов, нам не стоит давать ему болтать лишний раз при этих нервных господах, стражниках. Ну, я, скажем так, устранила от этой опасности, да. Он жив? Да, он жив. Без сознания. Я пробовал ему снотворно. Ему хватит часов на 5-6. Ничего такого. Рано не смертельно. Если он пырнул тебе в спину, скорее всего сделает это и второй раз. Поэтому я все-таки надеюсь, что мы его оставим в ближайшем сериалном пункте и... Подбросим под дверь к церкви, да? Как кабанчика с яблоком во рту, перевязанными руками и ногами. Ну, слушай, я могу его понять, но... Но я не готов ожидать... Не готов постоянно ожидать ударов в спину. И, кстати, Артур, ты не мог бы посмотреть? У тебя. Ну да, мою рану. Там был чертовски ржавый нож. Я не уверен, что смог. Нормально все золото. Ну, давай я ему сделаю укол антибиотика. И перекисью какой-нибудь сорокатысячника обработаю, залепив пластырем. Вряд ли там... Подружник, да, давай, давай. Вряд ли был там вот такой тесак. Вот, поэтому... Ну, там был... Тесак, да. Ну, в общем, кинь медику. И все хорошо. Так, где? Одна из женщин сказала, что они запотели за что? 60 тысяч трон? За что-то. За это. За это, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Пожди, мы сейчас с тобой это отыграем. Медика. Да. Все, подлечил. Ну, короче, полностью. Вот. Ну, и когда мы идем, ну, собственно, с Оскаром, говорю, слышишь, говорю, тут, походу, говорю, в телеге, такой потихоньку, говорю, сидят те, кто на охоту приехал. Ну, вот. Я не знаю, почему эти охранники говорят, ну, так, знаешь, шепотом, говорю. Не знаю, почему охранники говорят, что они везут дань или там, что они там, золото, не золото, говорю. Но здесь сидят... С одной, как бы, с одной стороны, ну, типа, а нехер приезжать на людей охотиться? С другой стороны, они богатые. Вот. Ну, и что? Опиши. А? Прости. У нас тут нет. Прости, Фойт. Опиши, как выглядят эти люди в клетках? Грязные, в белых или в серых таких робах, закованные в кандалы. Но на женщине там видны остатки макияжа с такими потекшей тушью. Мужчина явно такой подупитанный. Ну, и по виду они все не похожи на каких-то солдат, бойцов. Или на местах вообще, да? Да. Не рабы как бы никакие, как будто бы. То есть видно, что у него там, например, стриженные волосы. Да, не растрепанные, но стриженные. После фразы «мы отвалили 60-точку» и при условии, что нам рассказывали про охоту, тут вопросов быть не должно, кто это. Просто богатые люди приехали, короче, охотятся на людей. С одной стороны, мне отвратительно мысль, что кто-то приехал охотиться на людей. А с другой стороны, возможно, они, я не знаю, хотели посмотреть на местный феодальный мир. Вроде же не все здесь убивают. Но можно попробовать меня спрашивать. Но даже если так не знаю, будет ли у нас их возможность куда-то вернуть. Но тут есть момент какой, говорю, что вряд ли сюда приехали просто на экскурсию. Сюда приезжают только валить. С другой стороны, эти ребята могут быть как бы полезны, потому что можно будет с ними и с планеты подотвалить. Ну и там может денег позаработать. Но мне, конечно, я, конечно, не самый святой в этом мире, но, блин, охотится на людей просто для кайфа, но такое себе удовольствие. Я не разделяю этой точки зрения. Ну вот, поэтому у нас есть, говорю, два варианта. Либо первый вариант, ну и ха их тащат, они знали, на что идут. Либо, с другой стороны, можем вольнуть этих охранников и их освободить. Ну вот, ну а мы говорим это все равно с включенными воксами, поэтому Флойд и Кассандра это слышат. Вот, а я просто рядом с Оскаром иду, общаюсь, ну ребятам подмигнул, мол, такой, мол, слушайте. Ну вот, убедив его, например, в рационализаторском подходе своей мысли. И после чего говорит, нападаем. А дальше можете быть несогласны и писать заявление на меня инквизитору. Ну то есть, что мы в итоге, как мы решаем? Типа, мы решаем, что мы не убиваем людей. То есть, ты как Артур, я просто не уверен, что мы выиграем больше, чем проиграем, если придем вместе с ними. Просто тогда есть нюансы, в этом случае нюансов меньше. Ну черт знает, мне кажется, что типа, скорее всего, староста в деревне будет не конченый идиот, может он даже будет уметь читать, а охранников в принципе поебать, они нас даже в клетку не посадили. Ну, не знаю, вот, я перестраховщик в этом плане, вот, и Артур, он рассуждает, ему и та, и другая идея нравится, но очко жмет из-за того, что эти безграмотные чернь может что-то внести, корректировки в планы императора. Поэтому, конечно, не прикольно, но что поделать? Разумный поделать. Да, поэтому давайте еще раз, как не РП, мы договариваемся, вот, тянем клешни заубить и переодеться, сохраняя стелс-группы. А потом уже с персонажами будем в РП. Давайте, я за то, чтобы переодеться и прийти своим ходом, получив дополнительную возможность, на всякий случай, потом свалить с планеты. Возможно, денег. Диана, я жду твою руку. Тогда нет. Нет. Я запомню это, Диана. Вот теперь снова, ты был мне как брат! Потому что на этом визоре слева, типа, Артур, это запомнило. Я просто была уверена, что это все легально. И какого хрена они на них напали? А вы говорите, что это нелегально? Нелегально. А в чем разница? Ну да, кстати. Ну типа, если это легально, то какого хрена они на них напали, если это так должно быть? Валить охранников, как влияет легальность охоты на людей? Ну в этой планете. Все, я тебя понял, хорошо. Твое мнение услышано. Кассандра, скажи мне, для тебя, ну то есть если у тебя будет бумажка про то, что теперь тебе можно убивать всех налево и направо, для тебя это беский повод, чтобы убивать всех налево и направо, просто потому что тебе за это ничего не будет? Что они не убивали? Может они чем-то еще занимались? Хрен знает, что они тут. Да, приехали за насекомыми. Короче, чтобы потом просто после игры не выслушивать раскислово... А вот зачем мы туда приехали? А вот мы-то не убивать никого пришли? И что? Просто они тоже. Короче, все, окей, все. Мы услышали хорошее мнение, очень ценное, важное. Повторюсь, пойду у вас на поводу, просто чтобы потом Оскара не слушать. Я его уже расслушивал, мне больше не хочется. Потом долго и в душу. Срать буду. Хорошо. Что вы делаете? Идем с караваном. Все хвалим. Хотел бы сказать, конечно, Артур. А что у тебя? Пушка крутая, два хода пострелять. А при удачных бросках я один. Вы через час подходите к деревне. Сейчас еще мы хотели вроде пообщаться с этими, с пленниками. Да, да. Потому что одна из них заявила, что они заплатили 60 тысяч трон. И я думаю, Оскар хотел бы в такой грубоватой манере спросить, мол, типа, а вас как сюда занесло? Что ты в этом духе знаешь? Ты все равно не поверишь, Чурбан. Небось, на охоту приехали? Ну, мужчина поворачивается в твою сторону. А вы что? Вы тоже? Вопросы задаю здесь я. Ну, хорошо, хорошо. Да, мы приехали поохотиться. Но так вышло, что... В общем... Стражники взяли нас в плен. И... И моего мужа долго пытали. И после того, как он рассказал о том, что является крупным магнатом в сфере работорговли, а также имеет хорошее состояние, его включили в часть казны этой страны. Представляете, какое совпадение? Иронично. Оскар больше им ничего не говорит, не хватило. Один из мужчин такой... Что вы тут несете? Почему я вообще еду с вами? Вы... Вы какие-то сумасшедшие! Богатые сумасшедшие! Я всего лишь украл коня! Если бы не эти чертовы стражники, я бы уже был до полпути к этому хельсвейру, да? Ладно. А, слышишь, Коль? Вот. Я пока иду, я могу со стражниками там потереть? Пробуй, они явно доброжелательно к вам настроены. Ну, я выбираю главного. Вот. Ну, кто из них, короче, там, сержант, не знаю, лейтенант, капитан. Окей, они все в красных доспехах, один в черном. Вот. Я иду в черных, ну и попробую... Ну, я же умный, а не фэллоушипный. И я по уму такое говорю, позвольте к вам обратиться, я понимаю, вы здесь старше, судя по цвету ваших замечательных доспехов. Я, во-первых, хотел выразить вам признательность за, так сказать, наше спасение. Мы не знали, дойдем ли без вас до цивилизации. Да, и... Еще раз представлюсь, Артур Джонс, королевский археолог. А мне хоть жопа Мехьяга. Я говорю, ну... Ничего в этом славном королевстве не меняется. Я говорю, а почему, кстати, нынче, вон, людишки, чернь? А ты сам бы не зарывался. То, что у тебя там какая-то бумажка для подтирания задницы, еще не значит, что ты сам не чернь. Ну, уж будьте уверены. Опять же, судя по самому разговору, вы понимаете, что вряд ли в земле ковыряюсь. Ну, просто интересно... Может, это шпион баларийский? Да ну что вы, не такой, знаешь, нет-нет-нет, нет, фу, это слово даже при мне не надо... Оно оскверняет это славное королевство. В общем, мозги мне не еби, сейчас подойдем к деревне, отдам тебе старости, а там хоть с гусями совокупляйся. Да, понятное дело. Ну, интересно, блядь, археолог. Интересно просто, сколько рабы стоят, говорю, то наши все передохли в горах. Нам бы для продолжения работ не помешало несколько человек. Иди давай, чё ты ко мне пристал. Так. Шульц. Да, сержант. Какого хуя? Это крысиная пизда подходит ко мне и разговаривает со мной. Эээ, виноват, сержант. Ну, а ты пускай на телеге идет. Ай, блядь, понаберут, сука, по объявлению. Шульц подходит к тебе. Сержант говорит вам у телеги идти. Не надо подходить к сержанту. Брю, Шульц, ты идеально передал слова вашего командира, говорю, пойду к телеге. Прекрасный план. Такой, блядь, долбоебы. Командир говорит, повезай в котел. Родственники, родственники, да, дальние, но родственники. Папа один видно. Вы идете и видите, что над вот этой уже лесопосадкой струи черного дыма, не знаю, столбы такие в небо уходят. Черного или серого? Черного. Бля, деревня горит. Ну, ебаный народ. Окей. А насколько прям сильно валит этот дым? Он похоже, что с каминок или что? Порядком. Порядком, да? Знаешь, Оскар так, приговаривает, что типа, что-то он не похоже на обычное топление. И типа, ебаный дым. Придем, увидим. В последний раз у них не было угольных станций. Ваша повозка подходит еще ближе, и вы действительно видите деревню, которая уже там дотлевает, догорает. Некоторые домики еще активно горят. Улица одна, но она устила на трупами, разрезанными там, расчлененными людьми. И все так замерзло, и знаешь, такие, то есть от домов прям такие сосульки в разные стороны, инием. Вот. Один человек замерзший вот так вот прям стоит, такой типа. Вот, и он прям заледенел. Дикая охота? Кассандра, сделай свое дело, пожалуйста. Не-не, не в смысле, сжигай. Другое дело, да? Ну, давай. Подушили ли пси-наук? Что-то не ошибу. В смысле, пси-наук. Проверить огонь? Я думаю, это обычная огонь. Подушили пси-наук, дерьмо происходит. Ну, ладно. Не думаю. Кассандра. Пожалуйста, пси-наук. Да-да, тут полностью замерзшие люди, стоящие, и огромные сосульки из домов. Ну, если не сложно, конечно, кинь кубики. Да, пожалуйста, просто попробуй. Да. Мы не то, что прям обсуждаем, голосуем, просто очень хочется. Было бы хорошо узнать, если вдруг. Кассандра. Здесь был очень мощный каст. Тебя не слышно. Она не говорила. Не, я вижу, что губы двигается, но звук не идет. И что? Может, она беззвучно матюкается? Да, она такая, говорит, ну все, пиздец, говорит, доставай пулемет гатлинга. Сейчас мы здесь этим, блядь, Артуром покажем, как работают настоящие профессионалы. В Cine Science я, блядь, юзаю. Я вообще имела в виду баллистик скилл. Тра-та-та-та-та. Меня не слышно? Ну, а теперь слышно. Через Леху, по-моему. Да. Сейчас было не слышно, да? Эх, технологии мои, технологии. Кстати, про технологии. Пока там все это... Пока мы еще идем, я хотел бы Артура показать планшет и, типа, сказать, ну, он либо подзамерз, либо я не знаю, что с ним произошло, к пауку вообще никак подключиться не получалось. А сейчас у меня слышно? Да. Все, окей. Ну, после, вот я, ну, вижу, что здесь колдовали, я, собственно, об этом своим товарищам говорю. Об этом. Ага, то есть ты нам говоришь, мы с нам, Артуром, что-то с планшетом разбираемся, и тут нам Кассандр говорит, что здесь был мощный псайкер, и мы такие... Оба-да. Не, ну мы наверняка загадывались, что неспроста. Это уже неспроста. Нерьмо. А ты можешь понять, как давно, или, ну, тут ли он, или он еще? Ну, да, мне еще раз кидать, Коля, или это и так уже понятно? Как давно? Ай, почему у меня... Сейчас, стопэ, у меня Roll20 ушел. Возвращаем к вопросу про планшет. Да, Плэй. Не, я просто руками махнул. Типа, Roll20. Окей. Где-то из одной из хат, справа от вас, выбегает человек с криками, не убивайте, не убивайте, пожалуйста, не убивайте! Ну, стражники достают мечи, щиты, там, кто-то арбалет его берет на прицел. Ты кто такой? Что здесь произошло? Один такой стражник обсматривается, такой... Боги, защитите нас! Император милосердный! Если что, я кинула все сайенсы, и вон как круто получилось. Сам император пришел. Где-то... У тебя подзакрываются на секунду глаза, и ты видишь следующее. Несколько всадников на лошадях скачут по... Ну, вот этой чаще, да? Вот, деревня. В ней кто-то что-то делает, там, не знаю, женщина. Женщина какая-то, там, таз с вещами несет развешивать, там. Мужик какой-то дрова рубит, ей там что-то говорит. Но звуков никаких нет. Вот. Один из всадников показывает такую команду, они останавливаются, их трое. Вот. Один, вот этот средний всадник, приподнимает шлем, и ты видишь, что там лицо Агнешки. Вот. Она такая показывает на деревню. Вот, и ты видишь, как они залетают буквально галопом. Тот, что справа всадник мечом вспарывает этого мужчину с топором надвое. Женщина кричит, роняет тазик. Животные, люди начинают разбегаться в разные стороны. И другой всадник, который слева был от Агнешки, он поднимает руку вверх, и такая вспышка яркая, и так, и все заморозилось. Это как бы Агнешка все это за... Ну, ты так увидел. В этом видении видел. Да, да, да. И вот и все так. Ну, да, 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 в этом. Потом они жгут дома, что-то ищут, кого-то бьют, кто-то там рыдает. И ты видишь, как девушка лет 14 такая типа машет. Нет, нет, нет. Агнешка достает меч, натыкает ее на меч, и пригвоздив ее к деревянной стене этой хаты, собственно говоря, хватает за горло, и что-то ей говорит, та такая плачет, рыдает, там у нее кровь с рта начинает капать. И Агнешка просто рукой сдавливает ей голову так, что она лопается. А потом ты видишь стена, забрызганная кровью, и в ней дырка от меча явно. И лежит тело с раздавленной головой. Ты приходишь в себя. Не убивайте, прошу вас! Не убивайте! Я лучше сам выйду, сдамся! Только не надо еще раз! Еще раз чего, говорит мужчина в черном. Ну, в смысле, сержант. Ну, он говорит, стражником, скрутить его! Стражники подходят, утыкают мужика лицом в грязищу, пару распинают хорошенько, и закидывают его... В автозак? Нет, на один из столов. Ну, можно, там, на улице стоит. Ну, один прикладывает его меч к горлу, рассказывает, что здесь было. Всадники! Всадники прискакали! Я не знаю, кто это, но... Но я точно видел среди них... Чемпиона Валории! Чемпион Валории? Быть не может! Они же все погибли! Нет, я вам точно говорю, я видел... Я видел ее собственными глазами! И что было дальше? Они спрашивали про людей. Людей с небес! Говорили, что где-то здесь. Должны были спуститься с неба люди. Выглядят по-другому, говорят по-другому, ходят по-другому, дышат по-другому. Ну, я не видел никаких людей, и никто в деревне их не видел. Тогда они начали убивать. Им важно было не оставить следителей. Я видел, как мою дочь надсадили на меч и сломали ей голову, пока я прятался в сарае. Я такая... Жалкий трус! Значит, ты смотрел, как твою дочь режут и насилуют, пока ты сидел в навозе и сене? Ваши реакции? Я такая вот... Ну, сижу... Ну, стою, точнее, про себя. Да, это все то, что я только что видела. Неужели, значит, это была правда? Ну, я говорю стражнику, а что он мог сделать? Тоже он садится на меч? Так он хотя бы рассказал нам, что здесь случилось? И что чемпионы Валории... Крестьянин. Крестьянин должен умереть с оружием в руках. А иначе он сдохнет падалью и трусом. Он крестьянин. Какое, к черту, оружие? А ты что, тоже трус? Может быть, вас нужно казнить на месте, как предателей и пособников Валории? Говорит сержант. Не забывай о наших бумагах. Если ты на нас нападешь, у тебя будут большие проблемы. Что-что? Но он достает меч такой. Мне кажется, или ты, собака, дерзишь мне? Нет, 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 что вы, что вы. Я делал пару шагов назад. Вот и заткни свою пасть. Это сержант был? Да. Как скажете, господин сержант? Ну, я продолжаю пятницу. А он один? Их шестеро все еще. А, это все те же? Всего шестеро. Пять стражников, да, и сержант. Это все те же? Ну, вы с ними зашли вместе с телегой в горящую деревню. Итак. Я могу сейчас с этим крестьянином поговорить? Или его оставь? Его держат эти стражники. Один из стражников говорит, он явно предатель. Выдал врагам, если они здесь и были. В любом случае важная информация. Посмотрите на него. Он обделал портки. Нужно его казнить. Показательно казнить. И оставить здесь записку. За что его казнить? За то, что он обоссался? За то, что он предал Фрост Йорд. Берите виновку, говорит сержант. Чем он его предал? Секунду. Да. Можно я в войсе хочу просто сказать? Кассандре не вмешивайся. Нам не нужны эти проблемы. Пожалуйста. Чуть-чуть опередил. Этот человек мне нужен. Я говорю Оскару. Артур говорит, Марина, займи место в строю и не высовывайся. Двое охранников хватает. И начинает вести его к дереву. Я говорю Артуру, не позволь. Чтобы этого человека убили. Он мне нужен. Вокруг его шаги. Потому что он мне нужен, потому что он говорит то, что я вот увидела. А, ну вы не знаете пока что про то, что я это все видела. Поэтому мы сейчас повлиять уже не можем ни на что. Нужно как-то повлиять этим. Давай, давай. Не РП, он видел то же самое, что и ты. Он тебе больше ничем не поможет. Нужно натягивает веревку через дерево. И этот... Ему ставят табуретку под ноги. Последнее слово будет. Смертячий пес. Я ничего не сделал. Я лишь хотел помочь. Но чем бы я помог? Они вон какие сильные. А я... А я... А ты слабак и трус. И умрешь, как слабак и трус. Он кивает мужику. Тот выбивает табуретку у него с под ног. Он там... Висит. И... Где-то несколько минут дрыгается. А потом перестает. Мне очень хочется поджечь этих охранников. Артур смотрит и говорит. Смерть валарийским захватчикам Игорю. Трусам и предателям. Вот. И так вот. Он сгивает Артуру. И в этот момент один из охранников этих стражников обвязывает веревку вокруг какого-то столбца. Мужик висит повешенный. И они пишут какую-то табличку. Смерть предателям Фрост Йорда. И вешают ему на него. Их надо было убить. Ладно. Мужик висит Кассанрию и говорит. Знаешь, тихонько хоть говорить, что мол. Я понимаю, что тебе не нравится, когда убивают других людей. Как казалось бы тебе невинных. Но если ты не хочешь закончить, как наш друг Бэнкс. Лучше не вмешиваться постоянно. В этом случае нам нельзя ссориться с этими стражниками. А что вы там шепчетесь? Говорит пухлый стражник с арбалетом. Не ваше дело. Я девушка очень чувствительная. Слышала шавка. Говорит он Кассандре. Можно я тоже отвечу? Да, да, да. Завер оборачивается к этому пухленькому мужику и говорит, что... Простите, господин стражник. Наша подруга очень впечатлительная. Она никогда не видела, как вешают людей. Я пытался немного ее успокоить. Эта подруга сможет успокоить нас. А то мы тоже очень впечатлительные. Такой... Прошу вас. Давайте дойдем до следующего населенного пункта. И просто... Кажется, сержант, они тоже предатели. Посмотри на них. На них не наша броня. Не наша одежда. И вообще, выглядят они странно. С учетом, что говорил этот мужик, скорее всего, эти всадники искали своих подельников. А эти подельниками и являются. Ну, Артур пытается встрять. Говорит, что... Ну, говорю, все, конечно, логично, говорю. Когда, говорю, враги ферс-верда ищут своих подельников, они, конечно же, вырезают деревни для того, чтобы их отыскать. Глупостями давайте не заниматься. Говорю, я понимаю, что здесь, говорю, какой-то лютый пиздец, говорю, происходит. Говорю, но эти твари-валорийцы, они всегда были известны своей жестокостью. Ну, жирный охранник с арбалетом наперевез идет в сторону Кассандры. Ну, или Оскара. А, он игнорирует то, что ему говорит Артур? Да. Хорошо. Оскар говорит, что на нас даже не одежда Валории. Нам незачем сражаться, прошу вас. У нас действительно есть разрешение от короля. И я пытаюсь бросить DC. Можно я бросить DC в этой игре? Да, конечно. Я, конечно, его могу провалить, но типа... Сейчас. Ну, хотя бы попробую. Зачем я его качал? DC. Три успеха. Ну, он такой... И что это отменяет? Девчонка все равно пригодится нам. И тянет свои руки к Кассандре. Я говорю, девчонка под протекцией короля, говорю. Ее нельзя трогать, как обычную простолединку. Вон в карете бабы есть. Вот они всех утешат. Ну, вы видите, что он тянет руку к Кассандре. Хорошо. Ну, ладно. Ну, говори. Пускай... Давайте Кассандра будет последней. Сперва все остальные, если будут реакции. А Кассандра последняя. Ну, учитывая, что мы стояли где-то... Вот так вот рядом, получается, с Кассандрой. Да, ты там с ней стоял, да. Типа стоит вот здесь вот стражник. Так что я, скорее всего, стою где-то между Кассандрой и стражником. Я ничего не делаю, я просто, ну, стою, знаешь, грузно, типа, так, чтобы, получается, его рука как бы вот сюда мне упрется, если что. Потому что, ну, я типа к нему корпусом разворачиваюсь. И говорю, что, пожалуйста, послушайте, послушайте нашего лидера. Ладно, эта женщина действительно под протекцией короля. Мы не хотим... Да, говори, говори. Ну, я хотел просто в связи сказать, что, капитан, неужели ваши солдаты будут уподобляться в Валарийской мрази, говорю, и нападать на своих же, говорю, сограждан, которые от имени короля работают на благо Родины. Говорю, вы видели, как эти твари и мрази, говорю, поступают? Говорю, я почему-то был уверен, что, говорю, наши солдаты не такие, в них есть честь и доблесть. Он говорит, Гвирин, Оставь ее. В любом случае, если то, что он говорит, правда, тебя следующего повесят на эшафоте за то, что ты протянул руки к женщине под протекторатом короля Вига Одноглазого. Говорю, а ты, Марина Род, закрой от Януса, вообще не отходи, говорю, никуда. Будь рядом с ним. Я говорю, Бау. Сука злится, прям вообще злится. Ладно, нечего здесь долго делать. Обыщите дома, может быть, найдем какие припасы, в дороге пригодятся. А вы стойте у телеги, если не хотите, чтобы я приказал вас приковать к ней. Оскар, Оскар, знаешь, немного так похлопывает Кассандру по плечу, что все нормально. И, знаешь, уходит, короче, к телеге, ну, по крайней мере, пытается, если Кассанда там не будет силой сопротивляться. Мужчина сзади, в клетке такой, вы вооружены, говорит Кассандре. Да. Артур тоже возле телеги стоит. Угу. Перебейте их, освободите нас. Я уверяю, я заплачу вам, я заплачу вам огромные деньги. Артур, короче, туда наклоняется, говорит, вот сейчас, говорит, рот немножечко прикрой, потому что, говорю, здесь, говорю, всю деревню перебили. Говорю, а лишаться, говорю, шестерых, говорю, охранников, вообще, говорю, не вариант. Мы потом разберемся, что с вами делать. Благоразумны. Мы же граждане империума, а не эти обезьяны. Мы постараемся... Лишиться шесть вооруженных обезьян, это самое глупое, что можно сейчас сделать, пока вы находитесь в клетке и под защитой. Или сидите... Мы постараемся вам помочь, но позже. Сидите спокойно. Флойд? Я хотел спросить, все стражники пошли осматривать дома? Да, да, да. В таком случае я подхожу к Артуре и говорю, что раз нам нельзя подходить от интеллигии, ты не мог бы запустить своего механического друга, чтобы тоже осмотреться вокруг. Ну, говорю, можно, конечно, не знаю, что мы здесь найдем, скорее всего, здесь все перебито. Максим, привлечем внимание. Я предлагаю, говорю, пока никого нет, здесь, говорю, а вот спексами засканируем, вдруг еще кто-то живой есть. Раз мы стоим на выходе из этого, из деревни, плюс-минус, я могу попробовать поискать следы вот этих, может быть, наездников, тут не так много коней ходит. Сурвайф. А, это Сурвайф, это не Аварнус? Ты можешь найти именно следы, но проследить их куда-то, это Сурвайф. Мне не нужно их куда-то прослезывать, мне нужно понять, в какую сторону они пошли только. Ну, то есть, там же, типа, копыта куда-то развернута, либо вперед, либо назад, правильный. Ну, окей, давай. Я ему сапорчику... Я тоже. У меня Сурвайф есть. Это Аварнус, все равно, я думаю, есть Аварнус. Ну, Аварнус есть. Ну, а Артур может кинуть потом Сурвайф. Да, если захочет. Так. Есть проход с тремя успехами. Ты находишь следы лошадиных копыт, действительно. Ага. Кобылы явно подкованные, вот, и явно тяжелые. Ну, слишком слежено, непонятно, в какую сторону они ускакали. Хорошо. А тем временем, пока они там все еще возятся в домах, я... Да-да. У нас более-менее есть свободное время. Я все-таки хочу поинтересоваться, что будем делать с пацаном, потому что примерно часа через 4 он придет в себя, и его вопли о том, что мы убили его, всю его семью, нам будут совсем не... А кто ему поверит? Они и так сомневаются. Эти стражники, они и так готовы нас посадить в крепкую вместе с этими господами. Он такой же неместный и богатый. После того, что он сделал, я предлагаю оставить его в деревне. Ну да. Отличный вариант. Наверное, смерть. Почему сразу смерть? Ну, в этой деревне никого. Она выше. Час назад? Не в этой деревне. Меня слышно? Да, я слышу тебя. Да, слышно. Переходится, чтобы еще через 4 часа попытались зарезать. Повенц, подкинул вам подарочек. Да, пиздец. И сам от КП сделался, я чуть хуйню вкинул. Простите. Нет, но я рассматривала найти какую-нибудь другую еще деревню. Ну, в целом, я мог бы его держать в таком состоянии еще, не знаю, наверное, часа 3, не больше. И что дальше ты с ним будешь делать? Я просто... Никто не захочет в кузу. Ну... Что вы пытаетесь сделать? Что с малым? Малой пока с нами. Нам уходить некуда. В деревне нет. Нам этот вопрос там оставить его или нет. Ну, пока... Просто если он придет... Посмотри, если он придет в себя, он начнет вопить в том, что мы вырезали его семью. И это станет потенциальной проблемой. Не страшно. Я давно говорил, связать его нахер и все, и пускай связаны с ним. Он сейчас без сознания. Но от того, что мы вырезали... Ты слышишь этот треск? Дерево. Через стенку в доме, через окно буквально, вместе с куском стены, вылетает один из охранников. Стражников этих. Он по кускам вылетает, по сути своей. Второй выбегает, и вы видите, как такой топор... И прилетает ему прям в спину. Он такой метр пролетает и падает на пузо. Да, Флойд? Не-не-не, я просто считаю. Минус два. Афитус два, это да. Что видно в доме из дыры, из которой он вылетел? Одну секунду. Я предлагаю, если там какая-то страшная ебать, мы садимся на повозке и хуярим лошади и едем вперед. Нахуй. Может, там просто разъяренный человек. Может, разъяренный... Разорвал стражника на куски? Там сказали, что топор полетел. Он... Не-не-не, первый стражник вылетел через стену, выбив из нее кусок, по частям разлетелся этот стражник. Тержант выбегает из другой хаты, такой, что здесь происходит? Я же говорил, они предатели, говорит мужик с арбалетом. Мы стоим! Из той хаты, откуда вылетел мужик. Нет-нет, они не предатели. Кто это? Выходит с небольшим таким топором, примерно такой же, как пролетел в руке, так, перекидывая его в своей руке, вот этот мужчина. Ой, бля, мало у нас проблем было. Чемпион Валория, я так чувствую. Нет. О, сэр Валдес Мэйл нееносный. Эм... Ну? Чемпион? Да, это чемпион, я же говорил. А он... Так, 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 мне надо сейчас кинуть... Что мне? Зачем он? Нет, подожди, подожди. Ааа, подожди, у меня странный этот Roll20. Че ты хочешь? Я хочу сказать, кинуть мне... Какого? Да дай вы... Да подожди, дай выразиться. Че ты меня перебиваешь? Хорошая. Сейчас, подождите. Как он называется-то? Все саймс или демонологию сразу, что? Ну, типа, у вас с ним нормально все? Или... Или с ним что-то... Или с ним что-то не так, так скажем? С ним все хорошо, у него жизненная энергия прям золотым цветом на радужках просвечивается. Может быть, он не в себе, так скажем. Надо все саймс кинуть мне? Можешь. Я спросила вообще-то. Че ты меня сразу... Подожди, подожди. Коля, это я не тебе, если что. Я понимаю. Можешь кинуть? Блин. Да, наверное, все хорошо. Просто прогуливается. Я перекину. Ты перекидываешь за ФП? Да. Ага. Сейчас, одну секунду. Я сейчас все сделаю. Нет, от него не веет варпом. Блин. Ну, ладно. То есть, это он все, осознанно, так скажем. А раз не веет варпом, значит, это не он заморозил всю деревню. Тоже неплохо. Так мы этого не знаем. Нам Ксандра так ничего не сказала. Ну, подожди. Чего я не сказала? Она не важна. Нам сказали, нам сказали, что здесь был сильный кастер. Это все, что мы знаем. То, что Ксандра видела типа потом видение, она нам еще не рассказывала. А, ну вот я теперь, и я вот сейчас им говорю. Вот сейчас не тот момент. А, ну, нет. Разве? Нет, любой момент можешь им сказать. Да. Я говорю, то, что говорил тот убитый крестьянин, это все правда. Я видела это. Я видела это своими глазами. Абсолютно все то, что он написал. Там была Агнешка и еще два чемпиона. И они, они все это устроили. Вот это вот сильное заклинание. Вот это все. Это действительно было так. Окей, мы с этим разберемся. у нас сейчас другая проблема. Вон тот товарищ. Так, а его я видела? Я же видела троих там. Ты видела его на прошлом, в своем посещении. Нет, а в этом видении он был? Они были шлемами закрыты. А, да, кроме нее, а только он был шлем. Хорошо, ладно. А у меня почему-то не хочет грузиться токен. Не хотят. Ну, а пока есть время, и флот предлагает, может быть, телегу и побыстрее отсюда. Серьезно, в шуку. Сейчас. Я не могу сказать, что ему нужно, по-самому-то деле. Просто, знаешь, крикнуть так, может, типа мол, чего тебе надо? Может, он ответит? Судя по тому, что они искали нас, ну, такое. Ну, мало ли. Ну, можно уже от съедущей телеги спрашивать. На прощание. Чего тебе надо? Секунду, господа. Ладно. Ну, что делать-то будем? Мы ждем, подожди секунду. Говорят же. В смысле, заранее продумать, нет? Ладно. Нет, это не наш стандарт. Это не твой стандарт. Никто не ждет испанскую инквизицию. Внезапность и неожиданность два наших главных оружия. Иногда огнемет. Хорошо. Три наших главных оружия. Внезапность, неожиданность и огнемет. А также беззаметная преданность императору. Это четыре главных наших оружия. Ладно, давайте за мной. Главных оружий. Я, короче, буду в этой миссии с Оксанчей. У меня там чернопатроны. Буду сжигать еретиков. Последние миссии мы так или иначе косвенные прямо. Мы уничтожили три храма из пяти. И демоны в варф вернули назад. Нет, это уже не так весело. Я считаю, что это то есть считать сколько? Три из пяти это три пятых это сколько процентов? Семьдесят? Шестьдесят. А мы у нас что там? Шестьдесят там у нас заминка Коля что-то там ищет. Я открыл карту. Да, технически. А, все? Да. Ага. Ну, в общем, он выходит такой и говорит, нет, нет, они вовсе не предатели. Это бэд. Такой момент. Я на карте почему-то могу выбрать Оскар, но не могу выбрать себя. Я, кстати, тоже Фойда могу выбрать или я не могу. Трож, неплохо. Мы поменялись телами. Чёртов, варп! Переездик механика. Шутки шутками, а с нами вышел Бэнкс воевать. Да-да-да. Нас преследуют. Итак, давайте бросать на инициативу. А. Вот сейчас бросайте. Я очистил этот Тюрнордер. Мэээ. Так, а чё я позже... А, выбрать себя. Так, я так понимаю, договариваться мы с ними не будем, да? С ним кем? По-моему, тут беседу. Золотым вот этим. Не, ну можно попытаться, по идее, потому что нам сказали, можно убивать, а можно... Ну, короче, если они за Россу, то их надо убивать. Если нет, то по ситуации. Я бы перебила этих сранных охранников, а остальные... И нам нужно выжить бы нахуй. Сейчас, он первый ходит, сейчас мы узнаем его намерения. Очень быстро. Ты какая-то кровожадная сегодня, Кассандра. Ну они, блин, они плохие. Они вон, убили бедного крестьянина. Это ваха, тут нет хороших. Да и они размагались. И как бы, блин, и что-то выебываются, как бы, блин, они... Ты в средней экологии фэнтези играла когда-нибудь? Ну, в общем, он подходит вот сюда и говорит, ха. Госпожа желает видеть вас. Вы можете сдаться. И уверяю, вы все отправитесь к ней живыми. Вообще, звучит неплохо. Надо спросить, кто их госпожа. Там его... А может быть, роза. Так что... Ну, Артур встревает, говорит, кто, говорю, в данном случае является госпожой? Подожди, Оскар. Ну, по-моему, можно, сейчас, сейчас, по-моему, отвечать на всякие... ты ему ответил, но он тебе ответит уже после всех. А, сейчас тогда я ему отвечу. Пока не буду по нему стрелять, я тогда спрошу что-то в духе. Кто ты? Чего тебе нужно и кто твоя госпожа? Но пока не буду. Я экипирую за это время дробовик, но пока ничего с ним не делаю. Вот так вот. Все, это пока мой ход. Знаете, не будем пытаться всех убить? Мы же не это. Не убивать сюда приехали. Я считаю, пока убивать не надо никого сейчас. Надо уезжать. Ты только что помогал убить охранников. Я охранников имела в виду, но они же тут типа как бы за нас сейчас в этой битве. Как у тебя быстро периодитет меняется. Женщины? Я не это имею. А, ладно. Блин, посмотрите, какая у нас клевая телега. У него какие-то манипуляторы на нас. Кайфарик. Итак, следующие ходят эти. Они подходят поближе, такие ты еще кто такой? Скорее всего, это один из тех всадников. Сержант подходит. Сдавайся именем Фрост Йорда и твоя смерть будет гуманной. Они знают такое слово? Да, я хуйню. Ну, я просто держу, так скажем, посох в боевом режиме, ну, в боевом режиме, так скажем, и ничего не делаю. ну, все. Лоид. Расстегиваю кубуру, кладу руку на рукоять, но не достаю пока. Блядь, я только сейчас кого-то где-то. Ну-ка, еще раз. Ты должен сказать, It's not our problem, boy. Do you want to talk? Let's talk. But not like gentlemen. А не тебе. Relax, Артур, relax. А, кстати, с вами Артур. Ну, в принципе, все работает. Как раз-таки твой ход. Что ты делаешь, дружище? Ну, Артур расчехлив, конечно же, пистолет, врубит пуля, вот. Взрыв, взрыв, а, ага, тут стрелять никто не будет. Тогда поле. Не надо расчехлив щит и пистолет. Врубит, а защит я никогда не видел. А он у меня раскладной. Как из чемоданчика такой, тук-тук-тук-тук-тук. Нормально. Щит и пистолет, я понял. Ну, два пола. Вы видите следующее. Это два пола. Это два полудействия, да? Да. А за фри-экшн как раз то, что в прошлый раз проигнорировали. Вот. Я говорю, а кто, говорю, нынче госпожа? Угу. Сейчас, секундочку. И надо, блин, по-другому говорите, я не понимаю, когда вы вместе в общем. Ну, в общем. Вы видите, что он такой делает шаг и буквально такой и растворяется на месте и делает шаг уже здесь. Отвечать он нам не собирает? Атака? Он отвечает, как и Колин нам. Не отвечает. Колин, у нас тоже... Нет, это вервинтов дес. Коль, что-то нас игнорируешь. Мы тебя не спрашивали, с чем он бьет, мы говорим, что он нам. Отвечает на вопрос или не отвечает какие-то? Это в первого, собственно говоря, в сержанта. Сержант пытается уклонить. А хотя у него щит, он пытается парировать. Умно. В общем-то, он делает следующую, так это было в сержанта. Сержант пытается уклонить. То есть, он парировал. Тоже тело. А, да, он от парировал, пардон. Северт не осталась, вот эта минусовка. Так, теперь следующего, это вот в этого бойца, потом в этого бойца. Вот. А, почти там или минус, или плюс вообще был, который финальный был. А посмотри, короче, ну что, надежки нет, пожалуйста. Ну, желательно на почту, давай. попал. Попал. также будет пытаться парировать. просто все щиты выставили против него достойные воины Фрост Йорда. Йорда, да? Чисто, римская такая, триема, кинет. Просто черепахой встали. Ну, пока попадает по всем. Еле-еле попал в третьего. Такой, да, блядь. Это много дамага. Да, и это крит. Ну, он его по факту убил. Ну, да. Почему? Ну, поэтому он там попал у нас на что? На 88 громобоем, но он ему срубает ногу, собственно говоря, этим топором. Вот, и она там прокрутившись несколько раз отлетает в сторону. Оскар. То есть, он в итоге не отвечает? Нет, он молчит. хорошо, но учитывая то, что он делал вихр смерти и как бы мог вполне себе и меня зацепить, но он не стал этого делать, знаешь, Оскар так отступает, скорее всего, на шаг обратно. Вот так вот. Он там на проту не проводит, нет? Правда? Нет. и спрашивает. Так ты нам на вопрос ответь-то. Так, знаешь, не уверен, чем угрожающий, но типа и стои с травой возле остальных. Пока что я не стреляю по нему. Так вот, скорее, не угрожающий, а типа, ну, ответь, да, типа, вот так, да? Ну да. Сержант подходит, чтобы его ударить. И не попадает. Дальше бьет вот этот боец и вот этот боец подходит тоже для удара. Для удара по нему, извините. оба попали. Он парирует первого. делает контратаку. 98. Кто-то еще хочет с ним драться? У нас, смотри, есть специальные какие-то пушечки с неоном. Да, делает контратаку. Гранаты. Тут нам уже кинуть, там, я думаю, что... А, из ближнего боя он все равно не доджнет. Так что можете бросаться. Да, мы что, самоубийцы, что ли? А в чем проблема с гранатой? Не, я не про гранату, я про еще какие-то игрушки. Спаровые чувака. А второй бьет его. У тебя же пушечка, как у ассасина, который расстреляет специально миньоновыми штуками. Наручные. Она же вроде у тебя Артур, да? А сколько у него реакций? Опять дюманный с миллиардом реакций. Не, это бьет уже мистер фальтест. И промахивается. Нифига, он спарировал. Две реакции, у него степа сайт. Хорошо, у него две реакции. Кассандра. Ну, как бы, я не знаю, мне нечего сказать, мне пока нечего делать, потому что непонятно, что от нас хочет этот чемпион, и как бы, поэтому... Потому что она хотела, чтобы все страшники вымерли, а в душе Кассандра радуется, говорит. Ну, так, сказано так. Он протягивал ко мне свои руки, по делам ему. А, того Жирного ты убили или нет? Да, да, да. Жирному только что от паха до горла разрубили, все, и кишки вывалились на пах. А, это его как раз. Короче, я просто жду, что дальше будет происходить. Окей, Флойд. Ну, Флойд такой, где он? Ну, оглядываюсь, ну, потому что он телепортнулся только что буквально. Ну, оглядываюсь и отхожу тоже на шаг назад. Артур? Прежде чем Артур заявит действом, вот, можешь еще раз описать вот только детально его появление, слова, там, еще что-то, вот, что он нам сказал, чтоб я понял его эмоциональную окраску. Ну, он вышел такой, типа, нет, они не предатели. Потом он говорит вам, типа, госпожа, если вы сдадитесь, то я доставлю вас к госпоже. Уверяю вас, вы доберетесь туда живыми. Не помогу. Коля, это все с такой, с хуевой окраской говорит. Характер хуевой, не женат. Да. гигантские пауки и агрины. А теперь? Ну, у нас еще обракать. Все равно один. Ну, обраку надо сам выбрать. А что ты делаешь, Герту? Ну, я за счетом с пистолетом, ну, необходимо поговорить. У тебя там еще место с защитом есть? Нет. Я вот так знаешь, как идти. Целью в кучу. Гертура получается лучше арбитр, чем арбитр. А мы, слышишь, что, Паша, мы же с этим сыром громом не встречались, да, еще? Угу. Он занимает место бывшей Мальке. Когда-то была Малька молниеносная, но ее убили. теперь мы станем саргром. Ну, типа, кто-то из новых, короче. Ну, да, он новый. Он с прошлого года, насколько я помню. Дальше. Он делает свифт атаку, лайтинг атаку в обоих этих друзей. Да уж. Нам обещали боевик-приключения, а не хоррор. Блин, что тут происходит такие страшные вещи? О, и не попал. Чемпион. Оскар? Он нам все еще не отвечает, да? Ладно, Оскар, я думаю, скорее всего подождет, чтобы все будет происходить. Я дробовик в руках, у меня как бы все на мушке, то есть я с дробовиком стою. Я это еще в самом первом году заявлял. Да, ты не подумай. Лучше освежать заявку. Да, да, да. С на ловкость этого идиота. Убрите уже, пожалуйста, нам нужно сейчас дальше двигать. Давайте подтвердимся, что все выиграли. Он роняет меч из рук. Кайфово. Вот это боец без... Они там сдаться не хотят, поскольку у них там много этого бил-пауэра. Подожди. Сержант, собственно, с криками «Ты сдохнешь, валарийский ублюдок!» То есть ему вообще плевать, что чувак умеет телепортироваться. Он не телепортировался, подозревал, Коля имел в виду, что он очень быстро перебежал. Да, походу. Ваш взгляд это не успел уловить. Все настолько быстро двигается. Кассандра. Как бы тоже. Ну, чего тут, блин? Флойд тоже стоит. А, нет. А, смотри, Флойд вообще узнал этого чувака? Да, узнал, это чемпион. Мы узнали его сразу, мы же увидели. Ну, блин, это был год назад. Ну, и что? Ну, и все. Я... Господи, сейчас, как его там зовут? Саргром, да? Саргром. Ладно. Да. Саргром, остановитесь, они вам не ровнее. Это же просто резня. Вы же защитник. Да вы же чемпион. Не помните, почему они крутые, что ли? Артур. Не поняла вначале. Прошу вас. Китур, короче, держа, ну, получается, как и было, в руке пистолет и щит, в руку со щитом, за щит, вот сюда вот, зажимает гранату. Не умный. Чтоб, если что, просто отпустить. Хорошо. Выдергивает чеку и бросает чеку в него. Да, вот тебе кольцо. Вы бы тоже подготовились. Я, я готов. А у меня нет ничего. В смысле, у тебя ничего нет? У меня нет неоновой штук. А, неоновой? Вы мне не давали. Вы хотите сейчас этого чемпиона? Нет, сейчас не для тебя. Внимание. И у тебя, и у Кассандры по одной гранате. Да. Да, да, точно. У Оскара две. Да. И у меня две. Да. А еще шесть болтов вот в эту хуйню ассасинскую. Ну да. Ну, она руки закрепит. Ну, то же самое. Ага. Ясно. Тебе нравится, Кстати, а те чуваки, которые в этой клетке, они вот тут неподалеку? Они там зажались, просто в ней там боятся даже вылезти. Но вы видите, как он своим топором с какой-то огромной скоростью разрубил этих чуваков так быстро, что они долетели до земли по кускам позже, чем он их порубил. охранник в смысле он перебил. Да, да, да. И он повалячивается к вам и такой, она у вас, я чувствую. Ну, все, пакет. Кто? Полегче, говорю. Про что речь, говорю, какая госпожа, говорю, что происходит. Было все хорошо, говорю, в прошлый раз. Нормально же общались. Ну, сейчас, давайте тогда, собственно говоря, сейчас, по идее, Оскар охот, но мы перейдем пока в полуповествовательное, потому что он с вами, видимо, начинает говорить. Нен, вы можете двигать свои токены сейчас, не больше, чем ваш полный мув. Вот. Можете каждый подвинуться или что-то сделать. Окей, он нам сказал, что я чувствую, она у вас. Да. Он говорит, что... Да, госпожа показала нам истину, наше предназначение, и она предупредила, что вы прибудете сюда. Отдайте мне сферу, и я отпущу вас живыми. Понятно. Я говорю, говорю, сэр Гром, да кто госпожа, говорю? Может быть, у нас задание краски и есть такое, чтобы с ней встретиться. Говорю, что происходит, говорю? И при этом такое, что на него выглядываю. Я изучал вашу историю здесь, мистер Артур. Вы явно прибыли к нам из империума. И явно помогали моей госпоже до этого. Она рассказывала о вас очень много. Но сейчас у вас есть два варианта. Вы либо пойдете со мной, я приведу вас к госпоже, и она сама заберет сферу. Скорее всего, после этого вы нам будете больше не нужны. Либо вы можете отдать ее мне. Я лично преподнесу ей этот подарок. И даю вам слово чемпиона Валории, что отпущу вас живыми. Я говорю, судя по всему, речь идет об Агнешке. Безусловно. Хм. Но я думаю, мы все-таки увидимся с ней. Мы все-таки как-никак старые друзья. Я не вижу повода для драки. Можно? Если он... Я попробую сделать заявку в реакцию. Если он попытается на нас нападать, то есть, да, я хотел бы зарядить его очереди здравовика. Это все. Но активно не делаю. Ну, типа да. Аварность с минус 20? Активно ничего не делаю пока. Аварность с минус 20. Это все или как? Ну, здесь Оскар только. Сейчас я перегрошу за... Ну, за обилку. С минус 30 получается. Не прошел. Он снова как будто исчезает. И появляется уже рядом с Артуром. Артуром? Ну, он что? Он просто появляется. Что? Что он делает? Не слышно. Он преподносит топор и ну, он так, он типа взмахивает им и останавливает у твоей шеи. Она у тебя. Давай ее сюда. Так, вы же пригласили нас к госпоже. Ну, пойдемте вместе там и передадим. О нет, мне будет более интереснее преподнести этот подарок самому. Я не сразу почувствовал ее ауру. но сейчас я уверен она у тебя. Говорю, ладно, ладно, хорошо, в рюкзак, все, в рюкзаке сейчас достану, говорю. Говорю, сейчас, почти как, господи ты, сейчас, одну секунду, говорю, сэр гром, говорю, я не понимаю, что вы, говорю, суетитесь, вот, кладу рядом с собой пистолет, присаживаюсь на карачки, ну, на карачки, на корточки, снимаю рюкзак, вот, и разжимаю, ну, он за счетом же ничего не видит, и разжимаю пальцы просто. Коля, для того, чтобы ты понимал, это была граната. Как это происходит, потом не говорят, что там кто-то что-то увидел, щит был к себе прижат, я кладу пистолет, начинаю снимать рюкзак, и вот тут разжимаю пальцы. Ты роняешь гранату, я понял. Не роняю. Зачем? Она взрывает, что это, газовый-то. Да? Да, Оскар. Я вижу, что он, типа, это делает гранатой, я что-то где-то сдать, и поедет. Вряд ли. Вряд ли. мало ли. Хорошо. 3-10 чистого урона. Куда? В этого друга. А. А может, кто-то наносил, тот и кидает. Коль, у меня сразу вопрос один. Это считается, вот, в рамках замены степеней на попадание мы можем каким-то образом тройку насколько-то поменять. Я понимаю, это был автохит, сюрприз атака, неожиданность там и так далее. Чтобы увеличить... Нет, нет, здесь нельзя. А, кстати, стой. Он сперва Тафну должен пройти. Ну, с минус сколько? Вот, просто без минусов. Он должен просто кинуть Тафну, если он завалил, он получает 3-10 урона чистого. Там же мы обсуждали, что там с минусами на Тафну идет. Нет, он все равно завалил, он получил 3-10 урона. Окей. Ну, она для них как я. То есть, здесь ты не урон, это как вот токсик 3-10, только они не игнорируются ни Тафной, ни броней. Оскар, твой ход. Я вижу, да, ты распространяешься неоновый дым. Да, да. Это значит, что мы воюем. Он получается еще не в ближнем бою, да, так как Артур от него отстранился. Да. Отстранился. Тогда я, получается, стреляю в него полную очередь из дробовика с тем, что мы стоим в поинт-бланке. Хит. Итак, это я, получается, могу сделать полуприселивание за полудействие. Это поинт-бланк. Это фулл-ауто. Получается, плюс 10 я получаю за систему наведения, плюс 20 за дробовик, плюс 5 за рукоять на заказ. Да, это плюс 25. Получается, что так? Это 8, и у меня неотвратим, как называется сейчас, черта, которая неотразимая атака. то есть у него минус 80 на оборот. Хорошо. Окей. 40-ой бросок. Да, 40-ой бросок. Это у него 4 успеха. Коль? 4 же метра было, да? Еще. Между нами один. Нет. Он появляется здесь, то есть он такой флешнулся. Вот. Если что, это смещающее поле, работающее, как его рефлекс. по РБ, это смещающее поле 40. Я понял. Итак, и кстати, оно на 10, на 0, ну короче, на 1, 15, оно перегревается. Он устал. Она перегрелась. Да, да, да. Ну то есть он устал, он больше так не может флешить. Дальше. А у него есть какие-то сейчас видимые последствия от того, что он надышался вкусняшек? У него вся кожа почернела, но она такая багряно-красно-черная стала, вены вздулись и глаза прям светятся с золотым. Хорошо. Он там схаркивает кровь. Вы все умрете! Кассандра, твой ход. Ну все, умрем. Атакуй, атакуй, атакуй его чем-нибудь хотя бы. Жги, поли, стреляй или кидайся. Огнем, естественно. Очищающим пламенем. Ну, посмотри, что от Ксантии понабралось. Это заразно. Чуваса ровит так. Где так Ксантия такая сейчас? Типа, мая, дюрл. Просто с тех пор она говорит, мой пиздюк. Да, да, да. Блин, блин, сраный. Сейчас, подождите. Кстати, где-то отсюда слышите какой-то треск деревьев. А откуда? Почти, еще раз. С северо-востока. Слушай, увидел. А Грин бежит на помогать. У меня модифайр за что я забыла? За мое это конец. Ну, посох плюс 10. А, и посох. Да-да-да. Да, то есть плюс... Ну, я максимальную, так что... Нет, если... Он произвольно сгорает. Да, так что... А почему? Потому что у нас плюс 10. А, ааа, вообще еще плюс 30. Четвертый, блядь. Да. Ну вот. Ну, хотя бы не перила. Он уклоняется. А ты сколько варпчежей зарядила? Максимально. Нет, в смысле она по чистой кинула. По своей чистой, да. Ну, он уклонился. Вот что-то. Флойд. Так. Я... Так как я держал руку на открытой кубурье, я могу достать за бесплатно? Да. Ну, тогда я достаю за бесплатно, сдвигаюсь вглубь этого облачка. Вот так вот, наверное. И шмаляю одним выстрелом. выстрелом. А с чего, прости? С плазмопистолета. Думаю, тут сдерживаться не надо. Ага, он уже прописанный. Да, да, давай, хуяй. Так, у него ничего улучшающего стрельбу нет, ведь? Сейчас пропишет. Ну, у него есть режим перегрева, когда ты можешь плюс до 10 к урону добавить и плюс 2 к бронебойности. Да, но у меня есть еще такая штука, как длань амнистии, которая за свободное действие. Добавляй, хорошо. Ну, значит, с дланью амнистии, одиночным... Перегрев или нет? Нет, не перегрев, просто длань. Перегрев! Изумрудный хамон! Изумрудный всплеск, да-да-да. Ребят, сейчас сзади вас появятся гуси, блядь, и объяснят вам за аниме. Пояснят за аниме. Ну, что, не надо, пожалуйста. У меня есть семья. блядь, нет. Ну, ладно. Так. Так, секунд, секунд. Так, но... Просто попади. Short rate. Стандарт. И я, наверное, вложу одну фп на 10 еще. Хотя нет. Хотя нет, 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 нет. Я не могу полуприцела, я сдвинулся вглубь облака, чтобы когда он к нам подойдет, он снова дышал. Ладно, без фп, просто кидаю. Давай. Вот теперь я перекину. мимо. Пистолет ровный? Да, это ее пистолет. я знаю, что ее пистолет, но имя такое себе, конечно. Коля, сколько там зарядов в нем? Он однозарядный. Ау. Как мило. Да? Да. Вот это я хотел бы знать до миссии, если честно. Ну, ты не видишь, чтобы у него снималось обоим и где-то. И это я тоже хотел бы знать до миссии. Видимо, не проверил. Ну да. Я даже не спрашивал, так что. Макро стабер, короткая дистанция, полуприцел, плюс все за нее плюшки. Полетели. Коля, я больше не поверю тебе на слот. Что, я тебе потом пропишу. Четыре выстрела к нему. Увернулся. Такуда? Подожди, у него две реакции, он уже две попросил. Или вот это поле, у него не реакция. Это поле, это поле. Ты же сказал, это была его реакция такая. Это поле, которое просто работает как рефлексы. то есть повествовательно я описываю это как будто он так двигается. Но PRB это просто смещающее поле 40, ну 15-40. Понимаешь? То есть у кого-то это делает вещица в кармане, которая перемещает его через варп, а у него это просто его скорость передвижения такая. Ну, собственно, кассандра. Еще раз попробую поджечь. Подожди. Кассандра мне послышал, сказал, пардон, пардон, пардон. В тебя, в тебя, он, он, бежит тебя рубить топором. Вот урод. О, и не говори. Мы тебя подлечим. Минус 50. Ах ты. А, нет, нет, у него нету анескейпа. Соррен. Ага. Сейчас. Пардон. Нарвил 20 этот. Я хочу дв... Планшет подмерз, да? У меня тоже так было. Он двигает не то, что надо. Да, да. У меня тоже очень плохо. А хотя он не такой очень плохой. Да, давайте перекиду. Ну так, не особо лучше. Не. 16 хп с 4 ап. Так, у меня... Сколько у тебя всего хитпоинтов? 12? Да. Соответственно. Ты в минус четвертом крите. А броня? У него броня нет. У него четвертая АП. У нее какая броня? У нее скорее всего там... У нее третья броня. Третья броня и какая-то там Тафна. Ей же покупали. Да, что они ровные. Вторая Тафна. Ну, броня игнорируется. У нее четвертая АП. Вторая Тафна у Кассандры это... Да, да, да. 16. Это второй крит. Попал он 55 в туловище. Второй крит в туловище. Режущий. Не страшно. Сейчас пляну. А я скажу сейчас сам. Сильный разрез открывает болезненную рану на теле цели. Она получает один уровень усталости и должна пройти серьезную проверку выносливости, иначе оглушится на один раунд. Пройди тест на Тафну, пожалуйста. Да, да, да. Сейчас. Сколько же ты себе на кубах на Тафну накинула? 0-1? Ты так не шутил. Ты бы мои кубы видел. Чё, чё? Говорит, ты так не шутил. Ты бы видел, какие я кубы на 100-тен ролял. Ох, блядь. Улучшаешься на один раунд. Ага. Ну, она не... Ну, понятно, да. Была бы сотка, я бы тебя выключил. Дальше Оскар. Угу. Я всё ещё стыг глухил. Глуши её прямо через ближний. Он с ней в ближнем бою. Она ж упала, она без сознания, без сознательность не упала. Не упала. Она застанилась. Хорошо. А оглушённый тоже, по-моему, не считается в ближнем бою. Считается. К сожалению, мы выясним. Ну, хуй с тобой, Кассандра. Так. Там, получается, как она работает в ближнем бою? Если я не попаду на три провала, то тогда она получит по голове, да? Ну, да, там, 90 и дальше ты попадёшь в неё, но вообще с минус 20 ты просто стреляешь в ближний бой. Ну, ты сейчас же с ним в поинт-бланке, по сути. Да, 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 да. То есть, Кассандра, не обессуй, если я буду отстреливать. У нас тут страшные дела. Глуши. Глуши за это. Сейчас Кассандра без ног, блядь, патает в грязь. Вот это будет, конечно, удар. Пойнт-бланк. Это у нас полная очередь. Итак, минус 20 за этот, за ближний бой, плюс 20 за дробовик, плюс 5 за рукоятку. Длинная очередь нигилируется этим. и все. Проси, пожалуйста, ты не полуочереди, именно длинная очередь. Такое бывает у дробовиков разве? Да, у меня дробовик с длинной очереди. Ух ты, блядь. Ну, ладно. Как мог хотеть в десятку. Не-не, я уже за ее стреляю полной очереди. Давай, не будем. Если там один раз попадаешь. Так, ладно. Это я стреляю в любом случае в плюс 5. Да. Поехали. Есть 4 успеха получается. Это с минус 40 он уворачивается. Да, с минус 40 он уворачивается. А на наскейпбл, простите, разве не одиночка? Двумя попал. Двумя попал. А, наскейпбл, да. А наскейпб уже только на стандартную атаку, да, по-моему, работает. Ну, да. На сингл-шот. Ну, да. А у тебя сколько длинная очередь? 6. Ну, вот, тогда получается, смотри, ты попал четырьмя, ну, по сути, он по своему даджу по 80-му почти, это 5, 6, 7, 8 вывернулся. Он всех уклонился, да, он всех уклонился. Кассандра встанет, Флойд. Так, издалек не похоже, что перезарядился, да? Перезарядился. А. Стреляй, стреляй, стреляй в него, стреляй. Так, раз, два, сейчас. Пойнт-бланк только до двух метров, правильно? Да. Да. Подойди. Естественно. Ну, а тебе пришло время перегрева? Добавь там до 10 и 2 кп. Ну, это если попаду. Так, без прицеля. Да, без прицеля. Пойнт-бланк. Стандартная атака. Так, и больше никаких бонусов. Плюс 20. Почему? Ну, Пойнт-бланк плюс 30, ближний бой минус 20, это плюс 10, стандартная атака плюс 10. Итого плюс 20 в сухом остатке. А, блин. Сейчас, подожди. Так. Короче, тогда кинуем weapon skill с плюс 10, правильно? Плюс 20. Плюс 20. Баллистик skill плюс 20. сделай что угодно, подобей его. Я перекину еще раз. Рероль, правильно. Молодец. Да, так. Да. Наконец, там Нисси направил мое урон. Даже единичку вообще. У него второй ворот есть. У него, сайд-степ, у него второй ворот есть. Это же единичка. Куча. Хоть ты нолик выброси на кубики. Но чисто технически это невозможно. Чисто технически это возможно. Ммм, это, по-моему, считается за сотку. Да, он уклонился. Вот сучара. Ну ладно. Но зато джи срезанным Артур может хуячить. Все, верю. А, позже. 18, 30. А что ты в него не вкреляешь с ассасинского пистолета? Я? Нет, 10. Да ему там осталось уже жить. К тому же он сейчас уворачиваться не будет. Давай. Фух, ну помолясь. Помолясь. Главное, не убей Кассандру. Это похуй. Ну, попал в два раза. Тут страшней. Пошел в два раза. Не, четыре. Нет, а у меня это два раза. Ты десятки не перекидел. А, а у меня просто не не нарисовал. Да, два раза попал. Ну, в домаш два раза. Так, у меня АП-5. Так, а где-то, 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 где-то пистолет. У меня ролл-20 чуть подвис, он мне написал успехи. А у него, кстати, доспех считается примитивным. У кого? У этого? Да, у этого. Да, он ему срезает АП-шкой всю броню. Да, это так чисто. Для понимания ситуации. Как-то он по крите не нравится, мне как-то выглядит. Если, кстати, он в первом крите в... Да, он в первом крите в ударном в тело, он носит броню, поэтому все нормально. Сейчас, сейчас. я не знаю, а не было? А сейчас было. А, ударный, это полудействие, он может только делать? Сейчас посмотрю. Ударный в корпус первый. Да, только полудействие. Да. Сколько же у него в Унде есть? Мы 17 сняли. 25 было. Ну, минус 4, и вот Афна. Слышишь, это, если у тебя баллистик выше 4, то ты же там, по идее, один этот урон можешь заменить на своей баллистике, правильно помню? Так, у него этот, нет, не на своей баллистик, на степени успеха. А, я понял, все. Ну да, на степени успеха нет. Ну, че, Кассандра, он все еще активно, все еще активно пытается зарезать тебя. Опять? Да хватит. Сейчас же ее ход, а она может действовать. Я же прошу. То есть, это он был ты, а теперь он, сэр Гром. Блять, ну почему именно меня-то? Я же ему ничего даже не говорила, и не АКТК. Короче, у него есть, у него есть free action Assassin's Strike, он, наверное, его и сделает. Почему на меня-то? сэр Гром. играть не сделал. тогда просто ударит в тебя. Вот тебе повезло. Погоди, 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 погоди. Не, ну, ты укидайте, там, по-моему, чуть, а если не прошел, тогда да, не прошел, но это не free, это не free action. нет, да, у него все тесты на ловкость, занимающие полу действия, занимает free action. Это его особенность. Очередная. Ну, да. Ну, пускай бьет дальше, че. Тянем ведьму за хвост. Ой, коса, передам привет Бенсу. У нее вроде еще есть фтп. А, но она еще фтп. Я забыл. Всего разик попал лайтинг атакой. Ты уклоняться не можешь, твоя глушина. А это же уже новый раунд. Да. Как-то новый раунд. Уже разумеет. Дойдет. И у нее ход дойдет, и это будет новый раунд. Но он же атаковал, и в этот момент она оглушилась. А сейчас уже следующая атака. Это новый раунд. До ее хода. До ее? До ее хода, да. То есть она придет в себя только вот в этот ход. Окей, ладно. Пойди, но а наш... Не, оглушенный просто с минусами что-то делает. Нет, оглушенный это стан, он ничего не делает. Вот я ему что могу сказать. Он тебе попал... 66. Орпус. Орпус. Это ФП, Кассандра. Да. Он вскрывает тебя. Ты, фонтанируя кровью, падаешь на землю. Оскар. Ты видишь, что Кассандру топором просто-напросто от одного угла ее таза до буквально ключицы вскрыла. Да, я понимаю. Так, у Оскара еще есть порох, пороховницы и патроны в дробовике. Ой. Мы будем пытаться проводить... Так, он все еще в двух метрах, мы будем все еще пытаться его гандошить. О. А, теперь он уже не в ближнем бою, да? Half aim, point blank, стандарт, я попробую анескейпу, хотя подожди, он во втором кредите, В первом? В первом, он все еще может от меня уворачиваться. Ладно, мы попробуем стандарт атаку произвести. Вот теперь делай, вот анескейпу ему там уже... Да, я не знал просто, что анескейпу работает только на одиночных. Ах, если бы сбылась моя мечта. Так, я уже как саму бы. Да. Плюс 20 за и еще плюс 5 за рукоятку, за систему наведения я ничего не получаю, потому что они работают только на очередях. Плюс 55. Для заладов успехи. Это минус 110. Наоборот. Прощай со всех вокзалов поезда. Не, 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 выбросил. Димаш. Так, и дамаг, это у меня инферно-патроны в нем. А там же вроде не составить модификаторы меньше 60. 11 степень успеха. Собственно. Так, это, что? Ты бесплатно сейчас сразу бери свои 11 степень успеха, лучше ты все равно не бросишь. Один раз за раунд один выстрел ты поменял. 11 плюс модификаторы дробовика. плюс 4. Это тогда 15 вместо 12, да? Это было простой урон. Сейчас он проходит, получается, тест на тофну, если не проходит, то поджигает. Понял. Понял. В нем делается дыра размером с арбуз. Его внутренности с золотой кровью вылетает фонтаном назад, и он на несколько метров откатывается вбок куда-то. Вот. Выронив из рук топор, он тянется к нему такой, я не подведу госпожу. И помирает. В этот момент, хлюпая грязью, с криками, огроменный Огрин бежит к Кассандре. Почему он так поздно? Девочка! Браук не успеть! Браук не успеть! И лупит себя по голове руками. Он мог и раньше. Эх. Черт. Так. Но тоже с криками Браук мы помочь девочка. Флой по пути скидывая рюкзак доставая аптечку. Она захлебывается кровью, дышит. У нее зияющая рана в пол тела. Пришло время медики. Аптечка лучшего качества сколько нам дает плюсов? 30. Плюс 30 плюс флойд 10. Давай же мне плюс 40. Мы ее начнем. Череп еще десяточку отеньши. накинул накин. Плюс 50. А ну минус 10 за тяжелое. Плюс еще флойд. посчитал флойда? Посчитал посчитал. Ну в сухом остатке плюс 40. 4 плюс твой бонус интеллекта вместе с анекцией. 8 Почти бровал. Да. Сука. Совокупно 12 степеней. Сколько степеней? Ну если плюс бонус интеллекта то 12. Меня могли убить. Ну шаги чтобы тебя зарезать. Да. А так было бы еще фп. Вот. Ну тебя приведут в чувство минут 20 ты тратишь на то чтобы ее спасти по факту. Налаживаешь ей какие-то специальные там швы. Короче судя по ее характеру раны мы ее должны были просто аккуратно пополам собрать и скотчем обмотать чтобы она внутри зарастала. Синий изолента. Да. Да. Мусков. Я субармитальный челнок синий изолентый посинял как-то. Не ладно. Орби Оскар идет к поверженному врагу знаешь в одной руке держит этот друговик идет к поверженному врагу и рассматривает его. Ну то что от него по крайней мере осталось. Он знает что заебанный конечно но типа он пытается его я думаю даже разочек такой пинает чтобы убедиться что он точно точно мертв он я думаю осматривает на наличие то либо чего по сути и не то чтобы его лутаю скорее в поисках медика есть у тебя? У меня медики нет к сожалению можешь позвать флот если хочешь Артур можешь короткую фразу кинуть Оскару чтобы тот ну типа Оскар отрубимый бошку эти твари живучие не дай бог выживет понял хорошо сейчас все будет это раз а два почему ты хочешь чтобы я пробросил медику просто скажи мне почему я как додумался что мне нужно бросить медики даже если у тебя ее нет хорошо у меня ее нет но я сейчас сброшу и я слышу что там Артур орет до Беева сейчас медика ну минус 20 там само проходит не я не пробросил я не пробросил фонтан крови вырывается из его раны зияющей дыры в нем вот и он хватает тебя за нагрудник доспеха такой тянется к тебе да было в голову ну ему не хватает сил он разжимает пальцы и стекает по тебе а твоя броня обтекает вот золотой вот этой кровью жидкой я понял я достаю меч этого рыцаря того и пытаюсь отрубить ему голову ну срубаешь ее да я срубаю ему голову и после чего беру скорее всего тряпочки начинаю систематично стирать всю золотую кровь тряпку выкидываю что делать остальные браук сидит лупит себе по голове девочка побереть браук не спасти мытя не спасти девочка а девочка сейчас в таком состоянии когда когда я очнусь ну ты очнулась тебе хреново но ты можешь говорить и даже делать какие-то действия я брау ты здесь девочка девочка жива девочка жива такой и явно очень радостно встает не знаю там начинает вокруг нее чуть ли не приплясывая бегать я такая слабая улыбаюсь девочка жива окей кто еще что делает ну когда мы закончили с Кассандрой вот я говорю браук спокойно девочка жива браук займись девочка девочка займись браук иду уже теперь действительно лутать нашего убиенного рыцаря что у него с собой есть там записки ключи ожерелья монеты что угодно ну вообще смотрю что есть находишь его топор по сути ты также находишь у него такую каплю золотую вот и сразу вопрос каплю которую я уже видел да ты такую видел вопрос каплю такую как мы видели да все хорошо Артур увидел каплю которую я ему отдал которую видел ты я не знаю может он видел еще каплю хорошо так каплю забрали вот и ты обращаешь без броска теста на медику что у него внутренние органы но только местами человеческие его кости намного плотнее человеческих они буквально как сталь вот его внутренние органы содержат в себе вообще тебе неизвестные незнакомые варианты первое из из рюкзака достаю к лобочке пробирки беру беру образцы запечатываю и давай если это возможно я попробую пройти конечно свои новые полученные знания где бы вы ни были я что вот эти вот может быть что-то я увижу там похожее то то что я изучал в лабораториях да да что медленно но верно они начинают превращаться в то чему поклоняются понятно ну занес занес результаты в планшет вот отфоткал карманы проверил каплю забрал вот голову надо будет куда-нибудь зашвырнуть закинуть а я прошу оскар оскар разберись с головой надо куда-нибудь от нее избавиться вот ровно как и от тела ну чтобы на дорогах не валялись вот ну и за кусты под снег закопайте чтобы если пришли искать не нашли сразу может да флэх собственно предлагает может возжечь ну вот я говорю ребят займитесь а я пока говорю в клетку выходишь еще записку а так это доска объявлений из деревни циморь запишу сейчас вам вк а и параллельно к такой прикидываешь ему же только дырку в животе сделали правильно вот и прошу говорю оскар говорю флойд говорю когда сейчас будете говорю тело оттаскивать говорю с этого жмыха говорю надо штаны и обувь снять и посмотреть говорю охранников до местных жителей говорю включая нашего трупешника нам нужна говорю одежда чтобы мы долго в этой нет усилий я думаю здесь трупов хватит у которых найдется чем разжиться или пошарим по домам о не пошарим по домам трупов не будем снимать в домах наверняка найдем что поприличнее окей вот а тем временем иду как раз клетки где у нее где у нее жопа ну пускай вот здесь ну да подходишь там сидят люди напуганные это чудовище оно убьет нас вот я говорю так говорю кто кто здесь говорю местный руки мужик который коней ворвал говорит я местный я местный открываю клетку значит слушай меня говорю сюда говорю местный ты ничего не знаешь ты ничего не видел чудовище тебя не убьет говорю если что говори напали валарийские разведчики а так по сути и было убили стражу тебе чудом удалось уйти благодаря охранникам государя коими мы разворачиваю грамоту разворачиваю грамоту показываю говорю видишь подпись мы здесь говорю следовали говорю валарию для того чтобы делать примерно то же самое говорю запомни государь ну или как он тут царь как у него правильность был титул да вига говори все король благодаря защитникам вига был спасен валарийская мразь перебила охрану все пизду отсюда если что ты кстати записку не можешь прочитать язык не низкий готик и не высокий готик а говорю подожди говорю а ну говорю что тут на вашем написано написано люди добрые кто видел женщину красноволосую да златоглазую знаете обманщица она все у вас заберет выиграет у вас все в карты и еще и рожу набьет все так немножко автопчик а Агнешка у нее у нее же темные глаза черные черные я пропаду сейчас буквально на 5 минут мы сейчас можем перерыв если что сделать такой вопрос заодно хотелось бы спросить этого мужика вот эту деревню он знает ее как она называлась да 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 может он расскажет он говорит она отсюда недалеко от Сымарь там говорит таверна хорошая проводите меня туда я скажу людям что вы добрые путники и одежду вам раздобуду местную вот это дело хорошее говорю тогда говорю ну лезу в рюкзачок вот достаю батончик говорю даю перекуси значит подожди в телеге сейчас мы с тобой продолжим говорю а вы господа понаехавшие пройдемте и веду их вот сюда к ларечку к нарисованному ну чтоб этот мужик не слышал сколько их там трое было да да вот ну и там говорю короче в жопу вы попали в неудачное время приехали здесь охотиться говорю мы сами говорю ну не буду говорить откуда откуда надо говорю тут по делам по важным говорю вам вообще повезло что вы нас говорю встретили так бы говорю сдохли бы прямо здесь говорю вместе с этими охранниками так что говорю император считайте в этот день подарил вам второй день рождения ну они такие слава богу вы вы благоразумны чудесное спасение снизошло нас император действительно защищает вы отпустите нас ну и короче слышишь ну чтобы еще пуха нагнать такие знаешь с видом рэмбо какого-то так знаешь медленно такой у них на глазах собираю щит убираю макростабер на пояс вешаю говорю да говорю ну будет два условия вы говорю сами откуда у нас будете Тефани Норрис ага ну в принципе недалеко а кто из вас тут я слышал крупный промышленник ровоторговец девушка говорит муж мой Сэмуэль у него крупная гроксовая компания Сэмуэль с удовольствием заплатит вам если вы вытащите нас из этого злачного места мы заплатим вам сколько захотите я говорю ну смотрите мы с вами по пути вряд ли сможем пойти да и в нашем направлении вам будет небезопасно как видите наше задание здесь не будем говорить конечно какое но связано говорю с кровью вам проще в другом направлении вот я вам дам немного лекарств с собой один рацион вам на какое-то время хватит переоденьтесь в местное вот можете вон даже в охранников переодеться вот и больше не попадайтесь в местное охранник возьмут я говорю огнестрельное оружие у нас говорю его мало но мы вам поможем наладить и приспособить для себя оружие охранника чтобы вы сошли хотя бы за какую-то военную группу вот и пускай среди вас если будут разговаривать говорят мужики кто похрабрее вот снимайте одежду с мертвых местную стражу никто здесь забадывать не будут если что говорите дерзко резко и затыкайте всем пасти доберетесь до корабля и бегом отсюда здесь говорю война между прочим идет гражданская не самое лучшее время для охоты да понял понял вас понял браук смотрит такой если мамы не против браук бы тела забрать чего пропадать то будут а так суп вкусный браук есть людей нет браук поищи в деревне животных я уверен они тут есть лошадь и тот я съел уже ну слушай а в повозке то были лошади правильно ну да да говорю браук одна лошадь твоя послужил браук любить артур артур давай браук лошадь артур спасти девочка девочка вкусно пахнет артур друг браук артур друг ну вот подарок девочка такой подмиги ну кассандра в курсе что было кольцо ну вот говорю да говорю артур подарить подарок говорю сейчас девочка говорю восстановится и будет более радостно говорю браук артур говорить браук брать лошадь ну и поворачиваюсь говорю короче и еще одно задание тут с нами говорю ребенок один говорю затесался заберите его с собой говорю тоже из изнать из какой-то авария на корабле была родители потерял влачок цивилизацию они переодеваются и забирая ребенка берут одну лошадь и ну каже прежде чем они ускакивают артур им на бумажечке рисуют номер счета говорю для благодарности сволочь ну да они кивают сами предложили хорошо что вы делаете дальше вот ну собираемся я потом перехожу короче к этому ну блин зачем убрал такая карта была натуражная вот беру чувака который был выживший говорю далеко тут деревня говорю не часа полтора ходьбы не больше говорю ну говорю смотри мы на самом деле ну не воины никакие говорю у нас официальная легенда ты же говорю можешь быть говорю главным помощником Вига Одноглазовой сохранить его секрет мы здесь как будто археологи но знаешь об этом только ты как герой и когда мы придем ты скажешь что встретил говорю археологов которые помогли тебе выбраться понял понял в общем он соглашается вас провести браун забирает лошадь скидывает ее на себя и уходит ему все равно переоденим сверху накинем акита лохмотья как будто там грабили не грабили поливали чтобы трупов снимите я понял ну или почему уж можем в домах еще посмотреть пошарить и в домах найдете в домах просто скорее всего одежда без следов крови будет да где-то пройдя часа полтора по этой дороге пожалуйста коля за мое занудство да и топорик наверняка у нашего убиенного товарища тоже был неплохой я забираю себе топорик еще в самом начале когда мы осматривали структуру этого мужика ты тогда топор записывал я записал сколько он весит он весит 2 килограмма ну я я оскару даю говорю ну то тебе лучше пригодится не будем добро бросать трупы трупы сожгли спрятали ну вот с охранников кстати у охранников наверняка есть какие-то деньги нам на представительские расходы какая-то мелочевка все равно потребуется да ну вы там находите марки фрост-юрдские в общем насчитали где-то около 50 марок можно быстренько в двух словах что-то произошло пока меня не было да ничего я разговаривал с этими короче с освобожденными товарищами дал им там чуть-чуть еды по мелочи лекарств сказал куда не ходить отправил их и нагрузил их малым говорю забирайте с собой эту жирную тварь говорю ну я сказал что малой был с нами на корабле авария говорю бредит мерещится забирайте отпадайте где-нибудь там разберутся хорошо а выжившие местные короче нас сейчас поведет в деревню где он скажет что мы археологи но он будет хранить секрет как будто бы он теперь тоже шпион вига разведчик вопрос по поводу стражников у стражников вроде были какие-то документы возможно там возможно эти документы могут нет не видите никаких у них документов у них есть грамота на провоз этого груза просто грамота окей нет документы я вот эту грамоту имел ввиду не паспорта типа да я понял ну нет нам не поможет ладно дальше мы идем пешком раз вы коня отдали одного из двух отдали одного забрал в браук одного браук забрал а да 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 пешком найдем нам все равно от одного коня не холодно не жарко можно было с ну в общем он проводит вы идете по лесам и степям и подходите действительно к деревушке здесь домов 30 наверное достаточно крупная и все живы деревня не разбудила деревня нормально все живы тут вообще никто ничего не знает вот сейчас часа 4-5 дня вот люди собирают хозяйство загоняют обратно вот и прям на входе на главных воротах в деревню вы видите объявление разыскивается плутовка и воровка всем кто предоставит ее старости вознаграждение 250 марок за живую и 150 за мертвую а там рисунка нет с морда лица я кину что я кину это же Лара это же Лара это значит что Гнешка тут не одна да тут всех Гнешка-то роз ну они же все клоны ну да ну понятно что пришли в деревню я говорю ну веди Горю к старости вот Горю вот тут на археологов государевых напали ну к старости я не поведу идите в корчму с корчмарем разговаривайте он-то он-то вам поможет а я пойду мне лучше не светиться ага говорю поможешь расскажешь там слово замолвишь я коня королевского своровал если меня здесь найдут в лучшем случае за яйца подвесят итак мы остановились на том что вы вошли в деревню да мы в корчму пошли хорошо да разве нет мы закончили к тому что Коля сказал что типа вы идете в корчму и все ну вы я иду домой извините я говорю вы подходите к корчме да ну да ну это длинное такое буквой г здание с соломенной крышей саманные стены с деревянными балками вот внутри горит свет шумно весело открывается дверь вылетает какой-то мужик вот стоит такой здоровяк еще раз бабу мою за задницу тронешь я тебе вообще голову откручу ну пропускаем это дело мимо вот пока мы не зашли рекомендую группе немножко держать языки за зубами особенно некоторым раненым здорово вот кстати перетя как зайти в деревню Оскар прячет шлем ну я тогда убираю плазму кассандре просто довольно тяжело так скажем вот эти все ну не то что не деревенские вот эти обычаи а как ну вот эти вот средневековые провинциальность вот это немножко диковато так скажем поэтому ее немножко это бомбит но постарается ну сейчас рояль насрать тебя сейчас немножко бомбит топор который тебя пополам разрубил но разрубил то не деревенский мужик сейчас не откачивайте меня это я не достойно жить в меня проник деревенский топор не в этом плане артур добей меня добей уже можно про поручик ржасков рассказывать да артур артур ты не понимаешь то есть это все другое то есть как бы убить стражников всех это это нормально это как бы по-высокородному а вот это вот все это варварство окей итак вы стоите у корчмы кто кого чего но было предложение пойти вовнутрь найти начальника понимаю что сейчас не ранее может быть стоит немножечко отдохнуть перекусить там некоторые тут ранены ага там а мы очень много времени путешествовали это сейчас и обсуждаем диан да я может видимо что-то не услышала окей ну в общем-то я так понимаю что вы заходите внутрь или стоите еще перед он вовнутрь ну вот я ребятам говорю чтобы они присели пойду к стойке к бармену ты подходишь к столу корчемарю корчемарь точнее маль да рядом с ним стоит какой-то мужчина в кожаной одежде вот он говорит что да больше двухсот марок нету у нас но если приведешь ее старости получишь все как и обещано 250 я бы с удовольствием выполнил твои требования однако ты же знаешь мои услуги и мне подобных стоят недешево я понимаю понимаю но она не человек я вас уверяю люди не могут так двигаться 10 здоровенных мужиков пытались ее зарубить и что она им всем зубы повыбивала я сообщу гильдии если мне дадут добро то я выполню это дело но знай если выяснится что она просто человек я приду за твоей головой я понял понял 250 марок так 250 дело не в деньгах он хватает на горя задаток такой пристегивает поясу и выходит на улицу а он кто мужчина в кожаной одежде кожаная куртка кожаные штанцы сапоги у него черный ежиком волосы вот такой поломанный слегка нос суровый взгляд достаточный на вид где-то под 40 короче не бард видимо нет ну окей прошел а кто ему это говорился корчмаль старый мужчина за 50 корчмаль старый мужчина за 50 понятно я говорю день добрый нам бы перекусить ну а вы не местные я смотрю а как он стоит стоям я говорил что мы в домах одежду берем а там потом будем другую искать все равно вы не из его деревни они местным у нас цена в два раза дороже а че это в два раза дороже военные законы даже так конечно война с валорией в самом разгаре сейчас наши налоги нужны королю как никогда а мне что если все деньги налогами отдавать то мне то самому че останется а у меня две дочери жена о какая как мех як и мех як а мне интересно местные ходят есть к тебе или все-таки по домам сидят харчаться а так им кухня не нравится но забулдыги всякие заходят брошки выпить да новости каких сплетен послушай и чё пожрать то стоит у тебя миска супа есть жаркое хорошее миска супа пять марок жаркое десять то есть ты хочешь сказать что вот только что ты торговался и за пяти порций жаркова что ты мне врешь что десять марок отродясь сэн таких не было за жаркое какое-то несчастное ну сзади мужик такой а тебе чё не нравится сказали десять значит десять такой пошатывает стоит я говорю в надежде на то что они читать не умеют говорю а говорю вот императорская грамота мне позволяет говорю говорить именно в таком духе поэтому не лезь не в свое дело пока стража не пришла люди благородные нет но это не дает тебе короче отвали отсюда пока проблем не нажил сами решим без твоего ну качмарь такой не сердитесь сударь не сердитесь хорошо я уступлю до трех вот потому что говорю все равно мы тебе заплатим и за поесть и за кров и одежда кое-какая нужна ты не переживай мы не разбойники в обиде не оставим говорю просто хочется чтобы усталый путник нашел нормальный круг ночлег и адекватное обращение хорошо хорошо у меня действительно есть несколько комнат для сдачи и едой уж мы вас не обидим донимайте любой стол я распоряжусь дочь вам поднесет поесть жаркое будете али суп будем будем и жаркое на здоровье да и по кружечке что у тебя тут самого вкусного есть эль есть медобуха о слышал слышал нам тут по пути рассказали это ж подожди это ж ты главный корчмарь о как главный корчмарь ну сказали мне дали года вилли главного корчмаря из фростьорда но дружески улыбаясь значит не соврали значит у тебя должно быть вкусно нахваливали говорят человек ты приветливый ну говорит 15 марок за еду вот и за выпивку еще 10 какой лишь на него смотрю считаю говорю а я что-то говорю всего 20 насчитал нет сударь 25 ну ладно вот ладно что чтобы поделаешь обдир такой отчитываю короче говоря обдираешь говорю честных граждан ну качмет человек наверное 15 сидит не более того столы подзабиты где-то там ту-ру-ду-ду-ду ту-ру-ду-ду-ду ай ту-ру-ду-ду-ду-ду играет там девушка на каком-то такой типа флейты а мужчина в такой бубен бьет и пританцовывает оба вот девчонки молодые пляшут За одним столом сидят стражники, бухают, еще какие-то мужики играют в какую-то карточную игру, и где-то в углу сидит фигура в капюшоне и плаще. Ну, сидит и сидит, я же не супернаблюдатель. Но я ему это отчитываю, говорю, дай мне одну кружку, с тобой тут постою пока. Говорю, слушай, а есть торговец, может купец какой, в городе? Торговой гильдии в деревне нет, это вам в город нужно в ближайший. А здесь, а то нам немножко деньжат бы, говорю, получить, а то на нас тут немножко напали разбойники, обнесли нас, мы никак до города доехать не можем, колечко бы загнать. Ну, колечко бы и я посмотрел, а что за колечко? Да там, ну, драгоценная просто память Бабкина была. А видишь, в какой ситуации оказались, времена неспокойные сейчас, если бы не стражники, вообще бы, говорю, ног бы не унесли. Вот, вот все, что осталось, говорю, вот 50, говорю, марок, говорю, на всех, да, вот, до кольцо. Вот, а нам бы еще, говорю, в сам город бы... Покажи, покажи, посмотрю, может куплю у тебя кольцо. Дочь моя все кольцо просит у меня. Ну, говорю, сейчас, говорю, зараспорядись, пусть еды принесут, сейчас принесу. Ну, иду к своим... А, блядь, кольцо же у меня еще. Тогда я не говорю ему этого, а такое, знаешь, достаю колечко, показываю. Вот, смотрит такой. Так это же кольцо-то Маришкина, где же вы его нашли-то? Да, не поверишь, как в горах были, говорю, паук ледяной напал, вот, говорю, группу все перебил, вот, а там вот и нашли, лежало. Кости какие-то. Год как пропала, никто не видел ее. Пошла в лес с девчонками венки собирать по лету и не вернулась. Так вот, видать... Это мэра нашего. Кого? Мэра? Ургомистра, старейшина нашего, да. О, так, может быть, мы тогда лучше ему бы отнесем, пускай память хранится, раз тебе не надо. Вот, да, пускай память о дочке сохранит. Вот, а твоя дочка тогда другое кольцо себе найдет. Так, наверное, честнее будет. Зайди к старейшине. Хоть и не рад он будет слышать эту новость, но все, лучше знать, что случилось с твоим ребенком, чем жить всю жизнь в догадках. Вот, я говорю, ну, так, говорю, думаю, согласишься, почестнее будет. Но там просто у паука мы еще кое-что нашли. Говорю, я не знаю, что за херня, говорю, такая. Знаешь, из кармана достаю зажигалку, говорю, но тут, когда вот так тыкаешь, говорю, где он взял, непонятно, там вот огонь идет. Такой показываю. Вот чудо чудесное. Да вот, говорю, мало ли кто, сожрал тварь. Говорю, сами еле ноги унесли, всех коней положил, сволочь. Не продаешь это дивное чудо? Да продаешь, деньги же все равно нужны. Жалко, что, конечно, видишь, кольцо оказалось бургомистровское, придется его отдавать. Да, блин, видишь, то паук напал, то грабители. Или как, блин, приказ ВИГа выполнять вообще непонятно, как с экспедиции-то возвращаться. Стыдоба одна. Вон, ходим в лохмотьях ободранные, до города б доехать. Ну, он говорит, что за эту штуку я, Мара, сто дал бы. Ну, тоже деньги хорошие. Говорю, почему нет, нам сейчас каждая копейка важна. Нас, он, как видишь, пятеро, одна, а четверо, говорю, одна, он вообще, говорю, раненая. Грабители. А случилось-то? Да, я же говорю. Грабители напали? Ну, да, все отобрали, ноги или унесли ее там. Мы видели, как три всадника скакали в сторону соседней деревни. Не, не видали. Чего не случилось? Да времена темные, говорю, война как-никак. С дранными валарийскими собаками. Валарийцы не могут они слов держать. И чемпионы их подлые собаки. Ох, да наслышан, наслышан. Ну, глядишь, Вига-то и защитит. Вига сам с их стану. Эх, раньше-то... Пока дурно, глядишь, не так, чтобы и из-за них. Ну, а там уж боги защитят. Да, бежал он с Валории. Сместил местного короля и сам стал на его место. Но, благо, воевать он умеет. Ну, на то и будем надеяться. Хотя Горград уже не принадлежит нам. Валарийцы заняли его. Ничего себе, близко они подобрались. К горячему озеру подходят. Эх, еще немного и до Тарагерна дойдут. А там Агнешку Проклятую ничто не остановит. А почему Проклятую? Так, в битве, когда она пропала, слышали, что произошло? Да нет, мы в экспедиции были. Говорят войны, что одна она целый взвод перебила. Настолько лютая у них бабища. А когда ее проткнули, да подвесили, появился, говорит, человек. Показал ей камень золотой. И тогда она как остервенела, да как начала всех колотить. Никто оттуда почти живым из наших солдат-то не ушел, кроме разведгруппы одной. Эх, чего-чего. А разведчики у нас хоть куда? Да, ну хоть сообщили об этом. Ну да ладно, на то и есть военные, чтобы защищать таких простых людей, как ты да я. Да, тяжелые впереди времена. Это да. Ну ладно, говорю, а комнаты где-то у тебя тут? Где можно будет остановиться? Показывает тебе вон дверь, говорит, там четыре комнаты, две свободные. Ну вот мы вдвух и остановимся. Ну а там уже за завтраком... Кстати, нам бы, говорю, повозку какую-то в путь собраться. Есть возможности тоже? Да. Могу обменять на эту твою штуковину. Я думаю, да. А две надо? Может у ребят провалялось, может еще что нашли у паука? Две опасно. Опасно? Одна, значит, я тут единственные смогу так делать. А две уже как-то не то. Ну согласен, согласен, имеешь право. Ну ладно, обменяемся тогда, пойдем поедим. А где, говоришь, бургомистер вас живет? Куда к нему наведаться? Выйдешь прямо по улице, большая хата у него такая. И петух. Деревянный. На крыше сидит. Понятно. Как зовут? Его? Так... А вы сами-то откуда? Да мы сами-то отсюда уже, считай, далече. Из Патарагерна мы. Вот в горы должны были в экспедицию идти. Вот сходили, да на обратном пути нас. И начали неприятности. Накрывать приказ. Приказ лично Вига, изучать горные породы, отправлялись. Да вот тут незадачи какие. Игорь Свят его зовут. Игорь Свят, да? Да. Игорь Свят. Хороший мужик. Давно уже старостый у нас. Двух сыновей на войну отправил. О, это дело добротное. Это мы уважаем. Вот. Ну, ладно, не буду тогда отвлекать тебя. Вот. Пойдем, поедим. Возвращаясь. Нам уже, думаю, к этому моменту еду принесли. Да, да. Вот. Говорю, едим. Говорю, у нас две комнаты есть на этаже. Вот. Я думаю, Флойд за Кассандрой присмотрит. Ее ход нужен какой-то до завтрашнего дня хотя бы. Вот. Вы обустроитесь. Вот. А мы с Остером к бургомистру сходим. Говорю, выяснилось, что колечко и, как я понимаю, украшение. Говорю, это дочки его. Может быть, ну, не за деньги, но, по крайней мере, помощь какую-то сильно окажут в нашем путешествии. Говорят, пропала. Ну, вот видно, где пропала. Хотела спросить, а еда-то как? Действительно не очень. Нет, нормальная еда. По сравнению с тем, что готовил Браук, это, блин, кухня уровня 25 мишленских звезд. Ну, и лучше, чем безвкусные протобатончики. Действительно. Ну, ладно. Мясо, хлебочка, овощи. Что-что? Ну, поэтому думаю... Оскар спрашивает, рассказал ли тебе еще кто-то. Что? Ты в конце пропадал. Хорошо. Оскар спрашивает, рассказал ли тебе еще что-нибудь, трактирщик? Ну, особо, особо так ничего. Ну, кроме того, что, ну, такие неподтвержденные факты, что война была, ну, и идет, когда, что Агнешка. Ну, кстати, вопрос, конечно, подтверждается информация о том, что переманили наших чемпионов, что в начале войны Агнешку там войны пронзили. Потом кто-то появился, стыкнул ей в лицо сферой. И судя по описанию действия, это действие такой же сферы, как у нас, что она даже пронзенная нас, короче, напылалась, напиталась энергией и всех там нахер положила. Ну, вот чувствую, с тех пор, вот, беды и пошли, вот такие. Вот, поэтому, как нам сказала госпожа Инквизитор, обратного действия эта история не имеет. Поэтому на данный момент мы берем во внимание, что любой из чемпионов наш враг. Но, но, кого мы ищем, ну, про кого мы слышали, про воровку, Судя по всему, тоже является одним из проекта Возрождения. Ну да, и выглядит, как наша подруга. Поэтому, если мы ее отыщем, возможно, получится заручиться ее поддержкой тоже, что было бы неплохо. Вот, а это, я думаю, мы сможем узнать для начала у бургомистра какую-то информацию, может быть, он что-то подскажет. Ну, а там, глядишь, и трактирщик тоже словом обмолвится, потому что он тут при мне задание давал, я так понимаю, либо наемникам, либо кому-то по поиску за 250 марок. Ну, вот, в общем, все. Кстати, слышишь, Коль, пока рассказываю, могу пройти внимательные персепшены, используя в ГУРы, на что, на сканирование людей, которые есть в помещении, по, именно по биологии, там, ну, если люди, ну, мутанты, люди, не люди, может быть. А у тебя в ГУРе в голове? Да. Окей. Так, они дают плюс 30. А, подожди, они дают плюс 30 не к этому, а к персепшену, что я себя обманываю. Коварность. Аварность же, правильно, Коль? Да-да-да. Аварность плюс 30. На четырех степенях? Угу. На четырех степенях. Ну, вот этот вот фигуров в капюшоне и плаще явно мутант. Он, я говорю, явно мутант, что у него что-то там отрощено? Нет. Что у него так же, как у золотых ребят. Это, скорее всего, чемпион следит. Ага. Судя по данным. А по размерам фигуры мужчина, женщина? Женщина. Опаньки. Я понял. Ну, тогда, пока мы ели, я Оскару Майкую говорю. Ну, Оскару, ну и ребятам. Ну, понятно, что Кассандра сейчас сильно не может нам помочь, говорю. Там, говорю, в углу есть подозрение, что, говорю, один из чемпионов. Но, при условии, что у нас пока не напали, вот. Возможно, это та самая рыжая, которая... Я теоретически могу мысли немножечко это чутнуть. Да, я думаю, особо пока не надо. Не надо? Ну, попробуй, давай. Хуже не будет. Ну, щас попробую. Так, ну, кидаешь? Щас, 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 я думаю, сколько она... Как его кидать, если Павел Кравер, сколько она там... Китай качественно. А? Кидай, говорю, качественно. Ну, естественно. Естественно, Горита кидает Перива щас. Плюс 50, по-моему, где-то. А, смотри, это минус 10 проверка встречная. Угу. Ну, все. Ну, если кидаешь с первой, то это будет... Плюс 20. Угу? Если кидаешь с... Ну, это Билл Пауэр плюс 20? Сломоватно. Ну, еще 10 за кольцо, 10 за... Да, дальше плюс 40. Но это все равно будет встречная проверка. Если она сопротивляется. Ну, Билл Пауэр плюс 40 все равно. Хуй. Ладно, не вышло. Ну, еще кайф, можешь рульнуть. Не, я не хочу. Ну, и тогда ладно. Вот. Ха. Угу. Коль? Да, ну, не смогла прочитать. Ну, да. Тогда, я смотрю, она что там сидит? Просто сидит или ест, пьет что-то? С бокалом. Ну, с этой, с деревянной такой кружкой. Ну, иду к бармену, беру еще две кружки. Угу. Вот. И попросив приглядеть за мной на случай нештатных ситуаций. Ну, вот. Иду за тот столик, я же понимаю, что она там в уголочке, затянутая в капюшон сидит. Угу. Ну, я тоже, я поглубже затягиваю капюшон, вот, наружу. Вот. И иду с двумя кружками туда. Хорошо. Вот. Подхожу, молча сажусь за столик, протягиваю кружку, говорю. Это, говорю, от друзей тебе. У меня нет друзей. Я знаю. Ты не в первую... А. Вы все говорите в первый раз, что у вас нет друзей. Но зато есть враги, которых вокруг много. А я бы не отказался с тобой поговорить. Ну, и причем так сапущено тоже головой с капюшоном. Ну... Да ты что? И чем же это вызвано? А. Ну, я просто знаю, кто ты. А, подожди, стой, Коль, легкий вопрос. Напомни, пожалуйста, а у них у всех глаза золотые тоже были? Конечно. Ну, вот. Я говорю, ну, как минимум, говорю, ну, не поднимая так же головы, цвет наших глаз абсолютно одинаковый с тобой. Ты чемпион Валории? Можно и так сказать. Ну, я думаю, здесь... Такой, знаешь, шепотом говорю. Я думаю, здесь не место говорить такие слова. Я не чувствую от тебя ничего. Я немножечко другой. Но я знаком со всеми вашими братьями и сестрами в лучшие времена. А не в те, которые наступили сейчас. Вот. И, ну, короче, даже если она новичок, которого здесь не было, да, вот, то я говорю, мое имя наверняка ты могла слышать раньше. Меня Артур зовут. Артур? Все верно. Забавно. Меня зовут Лара. Я знаю. Да ты что? Откуда же ты знаешь мое имя? Ну... Ну, слышен. Ну, скажем так, не лично тебя. Я знаю братьев и сестер, которые у тебя есть, про которых ты знаешь, и про которых ты не знаешь. Если ты говоришь о том, о том месте, где нас создали, то его больше нет. Я знаю. Я видел всех, кто там был. Я видел копии. Я видел даже тех, кого не видела ты. И я даже знаю тебя, но в другом мире. Если ты откроешь капюшон, я буду в точности знать, как выглядит твое лицо. Если я подниму капюшон, мне придется убить всех людей в этой короче. Понимаю. Я не призывал тебя поднимать капюшон. Я говорил, что знаю, как ты выглядишь. Даже не видя твоего лица. И Талара, которую знаю я, она очень хороший человек. И судя по тому, что ты скрываешься, и ты не примкнулась к своим братьям и сестрам, которых поработили, я уверен, что и ты неплохая. Тогда зачем я тебе? Ну, возможно, у нас будут общие дела. Я искренне переживаю о судьбе твоих родственников здесь. Ведь то, что с ними стало, по крайней мере, с теми, о ком я знаю, это судьба хуже смерти. Сегодня ночью в 12 часов за колодцем, что находится за деревней. Артур молча встает и уходит, оставив одну кружку Эля. Ну, возвращаясь за свой столик, говорю, ну, нам удалось поговорить, да, действительно, говорю, это про кого мы думали. В полночь мы с ней встретимся и поговорим. Судя по всему, не будем говорить, что это пока что наш друг, но не враг точно. Пойду с тобой. А если он с кузнецом придет? Ну, будем решать вопросы по мере их поступления. Ну, а пока что, я понимаю, мы закончили трапезу. Флойд, поможешь Кассандре? Все-таки необходимо почистить рану, да и тебя подлатать немножко. Ваша комната будет там, ну, пускай первой, да? Говорю, мы с Оскаром пока сходим к бургомистру, если вы не против. Ну, Кассандр, здоровый сон, передал еще Флойду свою аптечку, она мне сейчас не нужна, чтобы он подлечил. А, вроде это получено, если что. А, это не нужно. Ну, тогда, говорю, ждите. Кассандр, вы чем занимаетесь? Просто ты, Кассандр, отдыхаешь, все? Это оказывание помощи называется, уход. Ну, понятно, но я имею в виду, что она просто отдыхает. А что еще можно? Ну, мало ли. Вдруг ты хочешь в лесу? Ну, ты скажешь, что пойдешь кроликов гонять по полю? Ну, не, ходить, гулять я точно не буду. Не очень. Я спать, я думаю, буду. Окей. Ну, тогда, когда она уснет, я попытаюсь немножко поковырять пистолет на предмет того, откуда он берет энергию. Ну, и вообще посмотреть его повнимательнее. Калибровать будешь? Сейчас. А перед уходом у Флойда возьму ожерелье. Вот тут с крылышками. А? Я же понял, они из комплекта, они из комплекта. Комплект и книжки. Ну, почти, в общем, нет. Ну, ты ковыряешься в пистолете и понимаешь, что в нем таинственным образом патроны появляются сами. Как будто он сам их генерирует. Перепитывал мобили. Колдорство. Как дурацкий боевик. Да. И видишь, что какая-то девушка сидит, поглаживая Кассандру по щеке на ее кровать. Откуда она оказалась? Ну, спрошу, вы кто? Или я ее уже видел? И это тетя Роза. Или тетя Роза. Роза. Здрасте. А это где они ее увидели? Я тут отвлекся. Она сидит в комнате. Ковыряет, поднимает глаза, смотрит, а Роза сидит на кровати у Кассандры. А я сплю? Она гладит. Да, ты спишь. Ну, я наставляю на нее пистолеты и отойди от нее. Не выйдет. Это почему? Ну. Я плод твоего воображения. Потому что я здесь. Если ты хочешь закончить это, то... Понимаешь? Или я могу просто выстрелить в тебя. Конечно, ты можешь это сделать. Можешь стрелять прямо вот сюда. Она указывает на живот и как раз сзади нее Кассандра. Мне доставит это уйму удовольствий. Плойд. Там рядом есть что-нибудь, что можно кинуть? Что-нибудь легкое? Да. Не знаю. Какая-то пепельница стоит на этом. На тумбочке. Кидай себя. Если я вводу в Кассандру, я нанесу и вред? Нет, не нанесешь. Просто разбудишь. Ну, тогда я кидаю. Ну, ты кидаешь, кинь на попасть. Мээ. Баллистик. Сплю здесь. Дай же поинт-бланк, я уверен. Нет, не попал. Ну, в общем, он попадает, пролетает мимо Кассандры. Это Билл Пауэр, который провалил. А, да, да, Соленцы. Вот. Попал. Попадаешь, но она пролетает сквозь нее, падая где-то сзади. Я же тебе говорил. Послушай, Стилхард. Это... Не то, чего стоит бояться. В конце концов, я спасла тебе жизнь. Хм. А, вот и нет. О. Откуда столько обиды? Ты пырял меня на шоу. Ладно. Ты пыталась меня убить. Потом пыталась меня поработить. После чего попыталась... Заставить меня пойти против... Своих товарищей. Нет. Мой внешний вид обусловлен лишь твоими... Представлениями о своих страхах. Скажем так, мне так будет привычней общаться с тобой. Все-таки, я так понимаю, нам предстоит долгая совместная история. Кто ты? Точнее... Ты правда хочешь узнать, кто я? Ну, точнее, что ты. Тебе не понравится ответ. Лучше тебе его не знать. Однако, я могу быть полезной для тебя. И совершенно ничего не просить взамен. Разве это не идеальная сделка? Обычно у таких сделок бывают какие-то подводные камни. Ты правда хочешь со мной торговаться? Да. Это ты предлагаешь сделку, не я. Мне от тебя ничего не нужно. Да ты что? Даже когда твоя жизнь будет под угрозой, ты не потянешься за рукоятки пистолета и не нажмешь на спусковой крючок? Когда ты совершил это, ты... разбудил меня? Я почувствовал вкус давно уже... не чувствовавший. Ускрой. Ты даже не попал ни разу. Ты не попал в живого человека. Ну, мне достаточно было даже тех трупов, которых тебе удалось задеть. Ничто не будоражит меня так, как человеческое плоти кровь. Особенно кровь, Флойд. Если ты продолжишь утолять мой легкий аппетит, клянусь, тебе ничего не угрожает. Я откладываю пистолет и... языди, тварь. Ну, когда ты отложил пистолет в сторону, ты понимаешь, что ты никого не видишь. А еще ты видишь у себя на руке ожог. В форме розы. На рукоятке, так полагаю, такой же. Да. Но обрабатываю ожог. Артур? Да. Вы с Оскаром идете к бургомисту? Да. Окей. К домику, у которого деревянный петух на крыше. Вы находите эту хату. Она действительно достаточно большая, с деревянным петухом сверху. Рядом бегает какая-то детвора. Пожилой мужчина сидит в такой вязаной кресле-качалке. Вот. И какая-то женщина наливает ему в бокал красного вина, наверное. Я предлагаю Артуру перед тем, как заходить в дом, знаешь, немного обсудить, что мы хотим ему говорить. Ну, по пути мы обсуждаем. Я говорю, да что, у меня задача здесь, говорю, простая. Мы придем, представимся тем, кто мы есть. Мы археологи, возвращались, задания, были в горах, обнаружили предметы. На обратном пути нас напали, грабители, дикие звери, пауки, всех убили, все разломали, вот, извините, в таком, говорю, говеном виде. Обнаружили предметы, вот, в деревне, сказали, что они могут принадлежать вашей пропавшей дочери. Вот. Сочли своим долгом принести их вам, чтобы сохранить память о ребенке. Вот. Так как и вы, и мы выполняем свой долг. Вот. Ну, а если будет возможность помочь нашей группе вернуться, с нашего задания, вот, будем, конечно, бескрайне благодарны. Ну, да, да, нет, нет, а там мы посмотрим, к чему диалог приведет. Про соседнюю деревню не будем говорить что-нибудь? Ну, нет, сами не будем, спросят что-нибудь, смотрят, что спросят. Потому что в баре, говорю, у меня спросил, говорит, всадников видел? Я говорю, нет, они в деревню поскакали, беда, беда. А если будет что-то про деревню, ну, мало ли спрашивать, скажем, ну, мимо проезжали, видели там разруха, думали война, вот, может он не в курсе, что-то. Такие поступки. Ну, да. Ну, по сути мы и не врем, вот, и дело доброе делаем. Ну, за сим идем в дом. Окей. Ну, и на этом наша сегодняшняя сессия оканчивается. Всем спасибо за игру, всем хорошего вечера.